Я в эфире. Я в эфире. Сначала слышно ли меня, видно ли меня? Мне вас видно, комментарии ваши видно. Сегодня у нас чуть-чуть меньше народа, ну, потому что мы позже по времени, заранее никого не предупредили, но будет запись. Мы научились ее делать. Все ок. Отличненько. И постараемся сегодня быстренько, да, все успеть. И потом я вам еще кину дополнительные материалы. Кто-то спрашивал, вот к этому уроку они будут важны. Как у вас настроение? Как у вас погода? У нас сегодня очень важная тема, провокаторы болезней. Подготовлюсь. Привет из Питера. Приветики. Добрый вечер. Всем видно, слышно, да, все хорошо. Так. Настроение супер. В Москве дождь. Здорово, здорово. Классно. У кого-то жарко, у кого-то дождь. У нас и жарко, и дождь, все сразу. Так, отключаю звук, чтобы нас ничего не отвлекало. Итак, почему называется вечеринка? Ну, гроза прошла, я так улучшением, да? Все старое унеслось. Сейчас как раз будем обновляться. Спасибо, вам тоже лучики добра по всем-всем городам, странам. Кто нас слушает? Кто меня слушает? Что за обращение к себе, ваше величество. Так вот, название у нас вечеринка, потому что мы с вами грустить не будем даже перед лицом неотвратимой смерти. А цельный совет, потому что мы даже на бесплатном нашем курсе обсудим не только продукты питания, которые уничтожают нас изнутри и лишают нас самого главного, то есть нашего генетического богатства, которое мама с папой старались кушали, бабушка с дедушкой старались кушали, прабабушка с прадедушкой старались кушали, получились мы такие замечательные, красивые. А это современная пищевая промышленность нас гробит просто, как сейчас распространены все эти проблемы диабета, рака, которые раньше там сосудистых и сердечных заболеваний, которые раньше касались только пожилых людей, сейчас у нас подростки тоже этим болеют, даже детки. Поэтому тема важная. И эти продукты, которые мы сегодня обсудим, они влияют на химию нашего тела. А также есть причины социальные, которые влияют на наше здоровье, эмоциональные, ментальные, информационные, даже кармические причины, в которых я тоже волей судьбы начала разбираться. Это мы все отложим на следующий раз, потому что не все были довольны в прошлый раз целых два часа слушать, поэтому мы теперь будем встречаться лучше с вами чаще, но понемножечку, чтобы не перегружать нашу голову. Потому что сон для нас, для всех важен, и я всегда говорю, что лишний вес и сыр – это лучшее, что могло случиться, потому что хотя бы сразу видно, что болит, с чего начинать. Совсем другое дело, когда нам плохо и непонятно почему. А так у нас есть четкая цель, мы ее видим на лицо и знаем, что нужно делать, это уже полдела. Потому что что такое болезнь? Я выделяю 7 уровней, и если мы возьмем первый уровень физический, то тут все понятно. Например, упал, ударился, болит. Погладил, поцеловал, мама пожалела, все прошло. Причем кость даже становится крепче после удара, как и дерево. Вы знаете, если порезать кору дерева, то на нем нарастает такой нарост из коры. Почему? Это очень интересное понятие антихрупкость, которое вел математик Насим Талеб и написал об этом классный бестселлер. Рекомендую почитать, кто тоже любит читать, как и я. Это очень интересная тема. Объясняют многие современные наши ситуации. Суть следующая. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее – это закон природы. С неприродными явлениями так, к сожалению, не работает. Так, если мы порвем деньги пополам, их не станет в два раза больше. И получается, да, что если мы с крыши не падаем, то ничего нас и не должно убивать. Это, конечно, не так. Существуют у нас более тонкие воздействия, особенно комплексные. Это, например, когда и на душе кошки скребут, и радости давно не было, и поговорить не с кем, и мысли какие-то паршивые лезут, и творчество никакое не радует. В мире происходит полный дурдом, избыток информации. То, о чем я постоянно говорю, жадность ума. Ничего не понятно, куча новостей. И даже какой-то сверхмиссии, если у нас нет, например, я зато президент, и буду держаться за свою страну, или у меня дети, я их выращу, а потом уже буду уходить на покой. Если такой миссии и цели жизни у нас нет, а сейчас у многих такая ситуация, что вот все вместе прямо накопилось, то уже ни о каком здоровье, красоте здоровье лечить и не может. И я со знанием дела об этом говорю, и с научным знанием, и с личным опытом. В следующий раз я вам расскажу, у моей мамы был рак крови, который мы победили, и как именно мы это сделали, потому что было очень много вопросов. Многие люди сталкиваются сейчас с проблемами, которые медицина пока не лечит. А сегодня мы остановимся на таких попроще проблемах, которые, тем не менее, все равно нас мучают. Например, у меня были кисты, у мужа был гастрит, у клиентов моих вообще чего только не было, там и аутоиммунные заболевания, и болезни мозга, и разные всякие. Ну, давайте начнем все по порядку. Я, конечно, стараюсь сегодня торопиться, но все-таки, чтобы у вас по полочкам разложилась информация, все самое главное я вынесла в середину, пока вначале все собирается, потом в конце у кого-то там что-то сломается, интернет или кто-то уже пойдет спать, поэтому все самое важное у нас будет в центре. И в тот раз я так спешила вам скорее рассказать все, что приготовила, что практически не представилось, поэтому сегодня расскажу немножко поподробнее, надеюсь, вы мне это позволите. Можете пойти пока поставить чайничек, пока меня слушаете. У меня тут водичка. Я вам напоминаю, что мы тело не напрягаем, себя не напрягаем никак, водичку пьем, жим-сидим удобно, слушаем внимательно, и так нам даже больше понравится. Итак, в моем свидетельстве о рождении написано, что я родилась лютого року, и после этого, мне кажется, такой звук должен быть на барабанах, типа подумать. Потому что свидетельство о рождении украинское, там жил мой папа, он заедал в лабораторию головного мозга, но я не из пробирки. И спать на лаборатории у меня есть мама, с которой я жила всю жизнь, и с тех пор, как мы выяснили, что у папы есть другая семья в Польше. Сейчас эти обиды, конечно, уже в прошлом. Сейчас я считаю, что у меня большая семья, две папы, две сестры, брат. Да и вообще обиды, и осуждение, и чувство вины, и все эти комплексы собственной неполноценности, это первое, что мы оставляем за дверью, когда начинаем наш путь к красоте и к здоровью, потому что это нам все будет мешать, отвлекать. Мама у меня финансист-аналитик, ракетостроитель, у нее два высших, она всю жизнь работала для меня, для сестры моей, даже несмотря на ужасные головные боли. Вы, наверное, читали эту историю, они постоянно ее мучили после автомобильной аварии, и она постоянно принимала обезболивающие таблетки, потом эти таблетки уже стали опиатными. И как раз в тот момент, когда мама была очень больна, чтобы как-то соображать, наша сестра отчим забрала у нас все, что было, все, что мама заработала за жизнь, это ее еще сильнее подкосило. Но я опять перескакиваю, потому что в начале моя жизнь была довольно благополучной, детство языки, французская гимназия, кто-то что-то пишет. Я буду временами поглядывать. Потом в ХИСХИМ 1543, это лучшая школа Москвы. В 16 лет я уже поступила по конференции химической в химический институт МИДХТ. К выпускному классу уже вообще во все институты, потому что набралось много олимпиад, мне даже не надо было сдавать никакие экзамены. И когда я выбирала между вышкой, МГИМО, МГУ, я в итоге выбрала вышку, потому что там тогда училась моя любовь тогдашняя, а с любовью у меня тогда было туго, потому что моя квадратная попа от постоянной учебы росла, подростковые прыщи подзадержались и появились только к 20, и не успев как следует влюбиться, я уже имела разные гормональные проблемы, о которых я вам рассказывала. Это хронический эндометриоз, повышенный уровень стресса в три раза, кисты яичника, которые постоянно зреют, их нужно вырезать, добрый вечер, Вера. Ну и, конечно, потом, когда я училась в вышке, это отдельный ад, это учеба, и я получила такие дипломы для родителей больше, мне это совсем все не нравилось, не подходило, я это рассказываю, потому что часто ко мне приходят молодые девчонки, и у них как раз есть вот этот кризис, кем же я буду, кем же я стану, родители настаивают на одном, и я хочу другое, и все вот эти личностные диссонансы, конфликты, сомнения, они тоже подрывают наше здоровье. Вот, и получив диплом для родителей, я так и не знала, кем я хочу быть, и что я хочу делать. Меня пугали врачи, что мне нужно поскорее родить, потому что иначе там внутри вообще все сломается, женский век недолгий, и все это вы тоже знаете, если тоже девчонки меня слушают, и девчонок тут у нас много. Вот, и тогда я решила стать женой, уехала в Казахстан с парнем своим, теперь уже мужем, он работал, я скучала, и потом пришло время операции. И на операции даже в частной клинике, которая была у нас возле дома, еврейский медицинский центр, врач меня посмотрел, у меня болело справа, назначили операцию, но операцию мне назначили почему-то слева, и я очень испугалась, что меня разрежут не в том углу, и я сбежала, и я еще помнила прошлые наркозы, а про катетеры я вообще не буду рассказывать, это скорее пыточный инструмент, чем медицинский. То есть мне было очень-очень страшно, я даже не знаю, на что я рассчитывала. А врачи настаивали, чтобы я была гормональной, и чтобы я постоянно ложилась на операции, и непонятно было абсолютно, что делать, лететь ли мне в Москву за медициной, оставаться в Казахстане, искать других врачей, и когда это вообще кончится, совсем молоденькая девочка, уже столько операций, это тяжеловато. Случилась некоторая волшебная такая история, не знаю, как вы к этому отнесетесь, но это чистая правда, поэтому я даже не буду ничего придумывать. Я всегда умела загадывать желания, и так однажды выиграла Олимпиаду по экономике всероссийскую, хотя никогда не училась экономике. Просто мне тогда было обидно, очень был большой конкурс, и более того, именно тогда ректоры МГУ следили за то, что он брал взятки, за то, что там было много людей, которые даже не знают русского языка, они почему-то поступали в МГУ и так далее. И я тогда загадала желание, оно сбылось, я об этом не знала, так я поступила во все институты, и тут опять кризисная ситуация, что делать непонятно, я по старой схеме, дорогое небо, сделай, пожалуйста, что-нибудь, я буду хорошей-хорошей девочкой, я не буду пить, я не буду курить, я не буду материться. Здравствуйте. Я буду всем на свете помогать, я буду всех животных лечить, я буду все-все-все, вот что только пожелаешь от меня небо, только, пожалуйста, пусть киста пройдет. И, естественно, это никак особо не сработало, то есть не было такого, что небо разверглось, вышел Бог, и меня как-то починил. Вместо этого меня так скрутило, что я думала, что у меня киста разорвалась, я просто доигралась, и прямо сейчас она отравляет всем вот этим своим содержимым мои внутренности, я разбудила мужа, тогда все это происходило в Казахстане, в Казахстане и не работают клиники по ночам, и мне пришлось ждать, пока начнется утро, а когда утро уже началось, врач меня посмотрел и сказал, у вас нет никакой кисты, и я просто обалдела, потому что у меня это не укладывалось в голове, у меня есть образование, я понимаю, как все может работать, я не понимаю, как можно загадать желание, оно исполнилось, и главное, что потом, могу ли я теперь спокойно завести детей, могу ли я спокойно быть уверенным, что эти кисты не вернутся. Врачи, естественно, мне сказали, что ни в чем таком я уверена быть не могу, эндометриоз никуда не делся, и даже если одна киста чудом по какому-то совпадению рассосалась, здравствуйте, здравствуйте, то это абсолютно не значит, что мне теперь не нужно пить гормональный. И позже я даже познакомилась с девочкой, она пришла ко мне как клиентка, она поправилась за год на 80 килограмм, потому что пила те же самые гормональные от Bayer, которые ей также прописали от кист, и вот к чему они ее привели, то есть к полному гормональному сбою и полному сбою вообще всех системы, потери всех ориентаций. И я не могла понять, как это произошло, плюс я не могла понять, а что мне теперь делать, я же уже даже не помню, сколько я на эмоциях всего, наобещала небу, что я теперь ему должна, обещала быть хорошей девочкой, не понимая, что со мной случилось, и как это сработало. И тогда я открыла EDX, это сайт онлайн-образования, там собраны лучшие курсы со всего мира, таких сайтов несколько есть, курсера и так далее. И я набрала все курсы, которые только были по питанию, по здоровью, по гормонам, по химии, у меня была база, естественно, но дальше не хватало никакого образования, чтобы разобраться, что вообще случилось. И я брала все самое лучшее, самое сложное, и рыла носом, вот они у меня здесь на презентации, наверное, перечислены даже, и тут как раз уместно объяснить, кто такой, на что я в итоге выучилась, потому что я получила потом второе высшее образование нутрициолога и разобралась во всем досконально и поняла, как это все-таки работает, на 80 килограмм, да, за год. Представляете себе такое? То есть что можно вообще сделать с человеком, чтобы он так поправился, кроме как сломать его полностью? Вот такие таблетки. Ой, я так злюсь каждый раз, когда об этом вспоминаю. Так вот. Многие спрашивают, что такое биоэнерготерапевт или холистический лайф-коуч, да, я сегодня вам расскажу, чтобы вы понимали, что это не какая-то придуманная штука, типа как целитель там высшей категории, потомственное ведунье, вот, а официально признанная альтернативная медицина, которая даже оплачивается по медицинской страховке в Европе, в Израиле, в Великобритании, в Штатах. У меня есть специальный такой биомагнитный электроприборчик, который, вот, как вы видите на слайдах, он определяет сразу всё по руке. Буквально вот так руку кладёшь на мышку, ждёшь минутку, и он может поставить весь диагноз, причём он учитывает и показатели организма, то есть там пульс, дыхание, давление и электросигналы наших нервных импульсов, энергетическую составляющую. То есть сам аппарат видит, когда мы не выспались, или когда мы давно не гуляли, или даже если мы гуляли, но в токсичной какой-то среде, с нечистым воздухом, и рекомендует, там есть такие рекомендации, как заземлиться и пройти босиком. То есть очень интересно, абсолютно другой мир, не тот, который нам фармацевтика постоянно предрекает, что единственный способ – это прийти к врачу, он скажет, у, вам беда, и выпишет таблетки. Нет, оказывается, мощный образом жизни. И такое образование, оно дорогое, это канадское, канадский институт Несхелс, оно стоит 25 тысяч долларов вместе с вот этим вот аппаратиком. И холистический лайфкоуч это примерно то же самое, но меньше с всякими аппаратиками, вот он, кстати, у меня такой красивенький, видите, действительно, как мышка выглядит. Но это больше специалист по целостной альтернативной медицине, то есть когда мы учитываем питание, эмоции, стресс, то, что мне как раз было важно для того, чтобы решить мою гормональную проблему раз и навсегда. Мне же сказали врачи, что это питание, экология, стресс. Что конкретно делать, не сказали. От стресса у нас есть антидепрессанты, от экологии там нам фильтры какие-то все равно предлагают для воды, тоже был вопрос. Вот он отдельно не продается, он продается только, когда проходишь курс и доказываешь все вот эти, к нему все инструкции, там целое программное обеспечение на компьютер, и потом еще клиенты со всего мира тоже звонят, мы с ним на английском общаемся, вот именно по вот этому аппарату. В итоге я закончила престижный, достойный университет Нидерландов, получила магистра и поменяла тогда питание и себе, и мужу, и мы шутим, что мы семь лет вместе, пять из них на удаленке, потому что мы по скайпу созванивались, по скайпу делали, там по фейстайму тогда с айфонами делали все эти зарядки, десяти минутные такие разминки договорились, что мы будем делать совместно, и мне это, конечно, тоже очень помогло, что кто-то был со мной, и все это проходил, и все это кушал, что я готовила, и слушал, что я рассказывала. То есть у меня была вот эта семейная поддержка, которую, ну, не все, к сожалению, сейчас могут получить, поэтому популярны, видимо, так, групповые курсы, когда мы друг друга поддерживаем, друг друга мотивируем. Я потом пришлю, как называется, аппарат. Он, это аппарат по биоэлектромагнитной резонансной терапии, то есть его даже не выговоришь с одного раза. Если вам интересно, есть даже видео на Ютубе, которое об этом рассказывает. Я даже ссылочку вам пришлю. Я его увидела, наверное, лет пять назад, но они там еще, что мне не понравилось, почему я не продолжила этот путь биоэнерготерапевта. Во-первых, потому что я нашла кое-что получше, о чем я вам расскажу еще в последующих наших уроках, или о чем расскажут даже мои клиенты, которые уже были на наших медитациях, знают, о чем речь. Во-вторых, потому что они там используют такие инфоцитиклс, это распавленные, ну, буквально как гомеопатия, которая работает больше не химически, а физически. Вот Саня Излобина, она была у нее в гостях, она врач-тиетолог, и мы с ней обсуждали как раз гомеопатию, она только совсем недавно привыкла к этому мысли, что это тоже работает. Потому что у нас, конечно, в России очень жестко, что вот есть медики, а есть вся остальная шушера, но зачастую не справляется медицина с теми проблемами, которые у нас есть. И я ни в коем случае вам не говорю, давайте теперь всех врачей выбросим, вместо этого давайте просто знать, какие бывают альтернативы, использовать то, что нам подходит в данный момент, не упираясь в одну какую-то. Да, вот. Это тоже один из способов здорово. Так вот, возвращаясь к нашей истории. Мы с мужем похудели, у него прошел гастрит, все стало классно, замечательно, прекрасно. У меня прошли все там прыщики, не мучили меня больше никакие ПМС. Девчонки знают, у кого такое бывает, что это ужасное настроение, и много очень слез, и все болит, и скрипит, и ничего вообще не хочется. И даже женщинам в некоторых странах кажется, что не дают судебный срок за убийство, если они доказали, что это из-за ПМС. Ну, то есть ничего себе, насколько серьезная проблема стоит, настолько гомеопатией пользуюсь уже два года. Здорово, здорово. Мы тут собрались, видите, такие любители всего на себе испробовать. Никаких простуд у нас тоже нет, ни гриппов, ни простуд. Уже пять лет у всей семьи. И муж, который лечил с детства гастрит, вообще ничего запретного никогда не ел. Ребенок, который вырос без вкуса газировки, тоже, наконец-то, облегчил себе свои страдания. Дальше я получила работу в Европе диетологом-нутрициологом в клинике активного долголетия, и тогда я выяснила, что макроэлементы, то, что мы с вами вчера обсуждали в разных диетах, позавчера, что есть белковые, высокожировые, высокоуглеводные, низкоуглеводные и так далее. Это все макроэлементы. Белки, жиры, углеводы, они тут на презентацию у нас обозначены, большие такие кружочки. В чем проблема? В том, что даже не количество вот этих макроэлементов влияет на то, как мы будем себя чувствовать, потому что даже выдуманное понятие, даже вот рубях, например, которые являются прям яркими представителями клетчатки, полезные для нас, жира содержится 10-15%. То есть во всех цельных продуктах, ну, кроме, пожалуй, масла, содержатся и белки, и жиры, и углеводы. И даже в масле есть некоторый процент белка, иначе как бы оно, я вам рассказывала уже, что сама ДНК это именно белковая структура. Поэтому если мы видим что-то с ДНК, значит, белок там по-любому есть. И выходит, что именно микроэлементы, то есть витамины, минералы, аминокислоты, разные гормоноподобные вещества, витаминоподобные вещества, то, о чем я вам рассказываю, что питание – это язык общения нашего внутреннего мира с внешним. И что мы едим, служит некоторой такой инструкцией, как к телу работать. Если мы едим неважно, то и чувствуем мы себя неважно. И тут даже неважно, был ли это белковый коктейль или жировой коктейль. Важно, какие именно там были жиры, какие именно там были аминокислоты. То есть мы уже выходим на такой уровень деталей, которые детали делают все. Детали имеют значение. И я начала для себя выписывать, пока консультировала чемпионы продукты из всех научных баз мира, потому что я вам уже рассказывала, как выглядит работа диетолога-нутрициолога в клинике. Ты сидишь перед компьютером, у тебя там написано, на какие анализы отдать человека, какие лекарства ему порекомендовать, каким врачам его дальше направить. То есть эта система, она отработана и такой алгоритм. Но из-за того, что у меня был свой опыт, и вот этот волшебный опыт, который я долгие-долгие годы не могла себе объяснить и искала везде информацию, ну как же это сработало, и как мне быть уверенной, что оно будет работать и дальше. Я стала советовать людям не только БАДы, как от меня требовало начальство, но и продукты. И даже рекомендовать заменять некоторые БАДы продуктами, потому что наш профессор, доктор Сандр Кирстен из университета Ваги-Нингена, считал, что лишь больные люди не могут, которые вот совсем не могут кушать, которые питаются через трубочку, которые там у них уже не переваривается ничего, потому что была, например, какая-нибудь операция на желудке. Вот им нужен витаминный комплекс. Всем остальным, и то даже не витаминный комплекс, а витамины определенные отдельно. Расскажу почему, потому что они не всегда правильно совмещаются, не всегда правильно можно подобрать дозировку. Мы с вами сегодня обсудим. ФМС прошел. Да, 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 да. Это после внутритеста? У меня просто не видно фамилии, у меня только имя, но я догадываюсь, что это за Ольга, потому что есть у меня одна любимая Ольга. Так вот. И в результате это принесло мои вот эти труды с продуктами-чемпионами, которые я выискивала по разным травникам, лекарям, гомеопатам, антропосовам, валиологам. Это тоже интересная такая была валиология. Это наука о здоровье, в отличие от медицины, которая больше лечит больных. Она в Советском Союзе была решена и пользовалась уважением, но потом вместе с советской властью все это было разрушено и было непросто найти все эти книги. Да, да, любимая моя. И тогда в результате вот эта моя инициатива, она принесла новые результаты клиентам. Среди них оказались люди, которые занимали не последние места на различных научных областях. То есть у меня давно так пошло, что врачи тоже приходят ко мне, чтобы посоветоваться, потому что они очень хорошо разбираются в своей теме медицины, а я хорошо разбираюсь еще и в альтернативных методах оздоровления. И тогда в результате моя инициатива не только помогла клиентам, но также она была замечена. И началось все с конкурса моделей. Вы знаете, что модели ведут ужасный вообще образ жизни. Там просто секс, наркотики и рок-н-ролл. И поэтому они начинают работать в 16 лет, уезжают от родителей, там мама супа не нальет, папа шарф не завяжет, и начинается разгульная жизнь. Естественно, это все плохо и для нашей женской гормональной системы, и для любой гормональной системы, в том числе, такой образ жизни. и для кожи, и для волос. И вот можно посмотреть тоже на слайдах. Это Доминика. Она участвовала в конкурсе Miss Pulsion 2016. Я там готовила для них программу питания. И вот она вся такая красивенькая. И потом она даже еще и более стройная, даже уже после родов. И у нее красивый, здоровенький ребеночек, что тоже очень важно для нее было в тот момент, потому что она буквально рушилась, несмотря на всю свою красоту изнутри. Так происходит из-за тех продуктов, которые мы сегодня с вами будем проходить, и которые я вам потом в чек-листе сброшу, чтобы вы проверили свои холодильнички дома, чтобы вы проверили свои запасы и нашли нормальные замены, которые не будут вас разрушать. И в результате появился как раз внутри тест, потому что он очень вовремя этой инициативой была замечена, когда шел скандал европейских здравоохранителей за Сивием американских вредных продуктов, и тогда вычищались все эти ряды, я вам это рассказывала, и родился внутри тест. Это подробная инструкция по питанию для человека живого, дышащего, красивого, счастливого, как мы. И он учитывает 220 разных особенностей нашего организма и выдает нам витамины, минералы и аминокислоты, которые мы с вами получим не из баночек, а из продуктов. Он создан при поддержке европейской лаборатории института инноваций и ноу-хау, также на основе рейтинга разных мировых баз, и после этого эти рейтинги нужно было еще дополнить и перепроверить, потому что там было очень много вот этих ошибок и лоббированных интересов, и в результате мы больше 500 продуктов лаборатории проверили с помощью индуктивно связанной плазмооптической светрометрии, которая следит как раз за расщеплением азотной кислоты и определяет, где, в каком продукте лежит вся польза, где она нас ждет, что она нам принесет, действительно ли она там есть, потому что вы тоже, наверное, слышали, что бытует миф, что вот 50 лет назад были такие фрукты, овощи, закачаешься, то ли дело сейчас, нет, сейчас тоже все есть, на месте лежит, конечно, возможно, тепличные беднее, чем те, которые нам бабуля вырастила, мы это и по вкусу чувствуем, да, или когда мы переезжаем из Москвы в Сочи, то это огромная разница, когда у нас помидоры не пластиковые, а прям пахнут помидором, но тем не менее, даже пластиковый помидор лучше, чем пластиковая таблетка, и это все, чтобы прийти к этому выводу, а не просто поверить на слово профессорам, которые меня учили, это заняло очень много времени, я даже приезжала, там развесила весь дом всеми этими схемами, что с чем связано и так далее, чтобы не запутаться и создать этот алгоритм, который будет именно людям помогать, и это того стоило, потому что теперь простым языком все описано, вы выбираете только подходящие вашему текущему состоянию здоровья пункты, например, пол, это у вас всегда, наверное, такой был, возраст, образ жизни, и все эти вопросы, они очень простые, там нет никаких терминов сложных, даже там аллопеция, например, так и написано, потеря волос, чтобы не гуглить лишний раз, что это такое, как страшно звучит, вдруг это какой-то рак, вдруг он у меня, и все, уже испугались и расстроились, нет, все понятно, все спокойно, и что я еще выяснила, такой забавный момент, когда я изучала все более старые трактаты по медицине, я заметила, что, например, гиллопилолуинифрит, который диагноз касательно болезни почек, раньше назывался просто сморщенная почка, но правда же нам больше понятно, что такое сморщенная почка, чем вот эта гиллопилолуина, вот, поэтому я такой простой язык для вас и использовала, и дальше мы его проходим, этот тест, он там сложным своим алгоритмом все это совмещает, считает, что нам повредило, что нам может помочь в нашей ситуации, потому что в основном все наши дисбалансы связаны с тем, что мы едим, особенно, что мы недоедаем, и мы с вами очень подробно останавливались на этой теме, что зачастую любая диета, которую мы себе выбираем, приводит нас только к истощению, и истощение и похудение, это совсем разные вещи, потому что когда мы истощаемся, то организм по принципу антихрупкости, пытается нас не убить, а сделать сильнее, и он грустная почка, и он поэтому старается набрать снова тот вес, который мы потеряли, не понимая, что нам вообще-то этого и надо было, и чтобы он понял, нам нужно соблюдать вот этот баланс микроэлементов, обязательно, чтобы организму всего хватало, тогда он поймет, что ему всего хватает, и просто сам начнет избавляться от лишнего, это очень простой способ похудения, и, главное, это очень здоровый способ похудения. Все вопросы теста максимально понятны, и его задача именно самодиагностика и рекомендация подходящих продуктов для исправления вот этих наших дисбалансов. Как он работает? Немножко остановимся. Он насчитывает 250 вопросов, но при этом его прохождение занимает 5 минут, а не 250 лет, и все вопросы разделены на 8 тематических блоков, мы там обсуждаем и образ жизни, и пищевые привычки, и персональные табу, потому что кто-то, у кого-то непереносимость блютена, кто-то вегетарианец, у кого-то непереносимость лактозы, он даже учитывает, какие диеты вы уже пробовали, для того, чтобы подсказать вам, что, о, раз вы пробовали эти диеты, то вам, скорее всего, в это время вы не доедали именно вот этих продуктов. Доешь ли их сейчас, пожалуйста? Иначе потом это все налетит не туда, куда надо. И мы обсуждаем красоту улыбки кожи, волос, ногтей, потому что, да, наше тело считает, что это не самое главное, что в нас есть, и как только нам чего-то не хватает, то все начинается с вот этих вот второстепенных, по его мнению, элементов, таких как начинают сыпаться волосы, начинают крошиться ногти, ухудшается дыхание, ухудшается состояние кожи. Кожа еще ухудшается в том числе, потому что организм пытается вывести из нас всю вот эту гадость, что мы наели. И мы также будем обсуждать иммунную систему, которая не последнюю роль имеет в том, чтобы нас очищать постоянно, и нервную систему, которая, естественно, тоже сбоит, когда внутри неполадки, и сердце, и сосуды, наш орган кроветворения, особенно много мы завтра о нем поговорим или снова сделаем через день, потом проголосуем, когда у нас будет следующий урок. И пищеварение, и репродуктивную функцию, вот именно ту функцию, которую организм у нас ставит во главу всего. И поэтому, когда мы испытываем проблемы с нашими половыми органами, то нужно очень внимательно отнестись к своему питанию, не только потому, что это будущее наше поколение, будущее наше дети, но и потому, что нам самим это тоже пригодится. Вы сами знаете, как быстро угасают люди после операции на половых органах, когда приходится, ну не буду даже эти ужасы все рассказывать, вот это глубокое лечение, такой момент тоже есть. Он отдельно вынесен для того, чтобы не теребить нам нервы заранее. И для прохождения теста вы выбираете просто свою индивидуальную картину состояния здоровья, как пазлик, вот так тыкаете, это у меня есть, это у меня есть, этого у меня нет, это пропущу, а вот это тоже у меня есть. Но только про себя, не надо в один тест сразу и маму звать, и папу, и детей, и бабушек, дедушек, и жучку, внучку. Вместо этого лучше каждый будет иметь свой, потому что они легко совмещаются. И проходили девчонки, которые, естественно, мы все живем не в пещере поодиночке, естественно, у нас есть семьи, и потом эти тесты легко совместить, можно даже семейное такое составить питание, чтобы всем было удобно, потому что это тоже какой-то кошмар, когда приходится одному готовить одно, другому другое, муж ест только мясо, дети едят только сладости, я вообще не хочу никому ничего готовить, и все, все пошли в разнобой. И алгоритм внутри теста проверяет как раз всю картину целиком, все, что мы натыкали, то есть как мы обычно ходим к каждому разному врачу, это к ухо-горлоносу, а это к гинекологу, а это к терапевту детскому, то тут мы сразу все говорим внутри тесту честно, и он не смотрит на нас, не говорит, ну конечно, что вы хотели в вашем-то возрасте, или ну конечно, что вы хотели с вашим-то образом жизни. Вот это меня тоже, честно говоря, всегда напрягало на консультациях, поэтому алгоритм, он молчит и просто делает свою работу. И что он нам дает? Он дает нам огромную экономию и наших нервов, и наших денег, и нашего времени, потому что сдать волосы на анализ, недавно у меня спрашивал клиент, как и где это сделать, стоит от 5 до 50 тысяч рублей, это еще будут не все микроэлементы, не будет врача, который расшифрует, и это еще, конечно, не учитывается, как потом пойдем в аптеку, узнаем, что этих всяких биодобавок и витамины в банках миллион разных, есть в комплексе, есть отдельно, какое же выбрать, потом мы еще будем трое суток сидеть на всех форумах, вычитывать, а мне это помогло, а мне это не помогло, и думать, а что же поможет нам, и думать, что же нас в итоге не отравит, и вместо этого, вместо всех вот этих мучений, мы просто получаем список минералов, витаминов, аминокислот, которые мы должны добавить в свое питание, не из банок, а из продуктов, как мы узнаем, в каких они продуктах, это тоже расскажет внутри теста, он прямо вывесит топ продуктов, которые вам нужны больше всего, вот он вот так будет выглядеть, как на презентации, вот так, я не очень пока разобралась, как это показывать, потому что у меня зеркальное отражение, тем не менее, мы все видим, и мы видим, что когда мы идем в магазин, нам, например, рассказывают про кино, вот мы найдем тут графу крупы, злаки, крупы, зерновые отруби, и нам рассказывают про модное кино, оно стоит там довольно дорого, мы думаем, ну сейчас закажем, мы будем, как в Майами, эти модели, все такие красивые, кино же такая полезная, и вот мы узнаем, что кино у нас где-то там в самом конце списка или в середине, как минимум, да, вот она попала, кино, в ней 16, что такое 16? Это значит, что в кино 16 различных микроэлементов, которые вам, именно вам, а не просто каких-то микроэлементов, нужны, а во все, например, их 26, и теперь, когда мы идем в магазин, мы смотрим обычное вез за 60 рублей и кино за 600 рублей, и думаем, блин, жалко, что я не зарабатываю так много, чтобы питаться кино, а теперь у нас есть тест, и мы понимаем, что на все мы будем жить даже лучше, дольше и красивее, и также мы получаем вместе с этими результатами рекомендации по взаимодействию витаминов, потому что не все витамины, особенно которые из банок, и мы обсудим, почему, одинаково полезны, и друг с другом совместимы, например, В11 и В12 вместе запрещено, и некоторые витамины, наоборот, друг друга дополняют, об этом тоже будет рассказано, то есть это такая полная-полная инструкция к телу, которую мы больше не гуглим, мы не спрашиваем ни у кого, и не бегаем по врачам, а мы прочитали и прям сразу все поняли, что делать, зачем, требует, конечно, некоторого времени, поэтому я всегда отвечаю на вопросы, кто получил внутри тест цельный, как этим пользоваться, и за пару дней все это в голове устаканивается, и мы получаем рейтинг персонально полезных продуктов, и мы получаем все вот эти таблички с витаминами, но мы с витаминами опять же не идем, расскажу почему, и также мы можем удалить нелюбимые продукты, и также мы можем легко построить теперь режим нашего питания, питания, даже не имея каких-то специальных рецептов, потому что просто продукты уже разобраны по отделам, во-первых, для того, чтобы было удобно пойти в магазин и закупиться, мы видим там бокалейный отдел, и там у нас вот столбик, который нам нужен, просто верхушечку оттуда покупаем и готово, и также мы просто совмещаем из разных столбиков продукты и получаем блюдо, получаем какой-нибудь вкусный, классный салат, в котором есть и проросточки, и овощи, и булгурчик, и сырочек, кому можно совмещать, кому нельзя, мы это с вами обсудим чуть позже. Запись будет. Как вам вообще информация заходит сегодня? Расскажите мне. Потому что мы сейчас переходим к мифам и как раз к важной. Отлично. Отлично слушается сегодня. Да, потому что я вам подготовила сегодня опять на два часа много информации, а потом почитала, что не все были довольны и посмотрела на время, и правда, людям надо спать, поэтому я немного разделила, чтобы у нас было больше времени с вами впитать именно знания, а не просто их послушать. Запись, да, обязательно будет. Спасибо. Спасибо. Так вот, очень важный миф, который бытует в обществе постоянно, что невозможно получить все необходимые нам микроэлементы из пищи в современном образе жизни, в современном экологии, в современном продуктовом наборе, и поэтому нам всем необходим прием БАДов, прием диетических добавок, и плюс я даже читала в книге по медицине, что человек приспособлен, оказывается, потреблять БАДы в больших количествах и адаптирован по природе. Ничего себе, как эта природа продумала, да, что мы пойдем в аптеку и купим БАДы. Очень интересно. Давайте обсудим необходим ли, на самом деле, прием БАДов, потому что многочисленные исследования как раз показывают несостоятельность синтетических средств в сравнении с натуральными. Почему? Во-первых, в пище все микроэлементы находятся в связке друг с другом, с другими полезными веществами, которые помогают их усвоению. И не только помогают, но некоторые из них вообще невозможно синтезировать в лаборатории. Например, есть пост, это тело я выиграла в кости, называется. И там описывается история, как издавна было принято в шотландской деревне вываривать кости на суп прямо всю ночь варить, а потом передавать в следующий дом, в следующий дом, пока все кости не растворятся. Кости, хрящи, все, чего мы лишены в современном питании, потому что у нас обычно просто белое мясо, филешка, ни жирочка, ни кожечки, не дай бог. И мы поэтому ничего вообще не получаем, кроме чистого белка, который чисто не понимает, куда ему теперь идти. Потому что раньше он был с друзьями своими, которые его бы направили. И как раз, например, желатин. Был вопрос про суставы, и это тоже важно еще про нашу молодость кожи, и также про эластичность наших сосудов, то есть вот эти атеросклерозы. Важно очень получать этот коллаген, и не только коллаген, но и коллагеноподобные вещества. Они называются гликозамингликаны. И эти вещества, они в желатине, который просто в порошке, их там просто нет. В коллагене, который в таблетках, его там просто нет. Синтезировать его невозможно. Они даже не выделили еще в лаборатории отдельно большинство вот этих изомеров коллагеновых, коллагеноподобных веществ. То есть разница будет буквально колоссальная. То же самое, что, я не знаю, ехать на работу на машине из четырех колес или на одном колесе, да? Витамина D от солнышка. Достаточно, если вы проводите полчасика хотя бы на улице без стекла, так, чтобы ручки, например, солнышко получили, или личико. И более того, витамин D, он у нас в жировой ткани копится, так как он жирорастворимый витамин. Что это значит? Что если не будет жира, то он просто не принесет свою пользу. Ему нужна совместочка такая, чтобы был и витаминчик, и жирочек. И получается, что летом, пока мы с вами по солнышку долго ходим, потом нам все жирорастворимые витамины, они накапливаются и потом постепенно в течение года расходуются. То есть, если лето мы провели не у монитора, а все-таки погуляли, то есть шанс, что нам этого хватит на весь год. Поэтому сейчас у нас лето, давайте это запомним себе в копилочку. И каждый раз, когда будем думать, а достойно ли я сейчас выйти прогуляться, вспомним про наш витамин D. Тем не менее, в Израиле его абсолютно всем прописывают обязательно. И четкого мнения нет, кроме того, что существуют некоторые опасности. Какие? Сейчас как раз обсудим, какие. Например, синтетически синтезированные витамины или витамины растительного происхождения, но законсервированные для продления срока хранения в аптечной баночке, они почему уступают натуральным аналогам? Возьмем синтетический витамин Е. Он получен обычно из нефтепродуктов, а даже если он получен из натуральных растений, из пшеницы его часто делают, то он содержит всего 12% самого активного изомера. То есть 12% той формы, которая принесет на максимальную пользу. Что остальные 88%, что они там делают, лучше вам не знать. Это замер называется альфатокоферол. И зачастую как раз эти 88% или нехватка того, что нет остальных, которые есть в натуральном продукте, все это вызывает побочные эффекты. Какие? Снижение иммунных функций, возникновение аллергических реакций и различные неприятные симптомы, которые, казалось бы, мы не заслуживаем. Мы же заплатили денежку и скушали витаминку. Нам должно было стать хорошо, а нам стало почему-то плохо. Почему? Существует также проблема хранения. Например, омега-3 в баночке. Даже когда она производится, и это еще одна проблема, проблема чистоты производства, то есть удалось ли сохранить всю пользу, при этом не добавить никакую гадость или вредность или что-то, что потом будет размножаться и отравлять. Природа и солнышко рулит. Да. Получается, что витамины трансжира, причем трансжира ненатурального, неестественного, это совсем другая форма, я сегодня об этом расскажу, и вы поймете, в чем такая большая проблема. Эти трансжиры, они вызывают каскадные нарушения, то есть буквально, если это выглядит так, как вот есть приличное общество ученых, врачей, скрипачей, и тут приходит один бомжара с водкой, и он всех напоил, и в итоге у нас вместо приличного общества все лежат пьяные. Вот то же самое делают трансжиры, это и называется каскадные разрушения. Вроде бы было 5% проблемы и 95% добра, но тут как с бочкой варенья, в которой есть ложка трансжиров. Получается не варенье. И следующий момент это проблема совместимости, поэтому не рекомендуется витаминные комплексы, потому что очень сложно распознать, какие из витаминов какой дозировки нужны. И в разных странах абсолютно разные нормы дозировки, в разных странах абсолютно разные нормы, которые должны быть в таблетках, то есть таблетки, они должны обычно или полностью закрывать минимальную норму, или даже с запасом давать. А что происходит из-за запаса? Тут у нас возникает проблема передозировки. И вот этот избыток, он зачастую даже более вреден, чем нехватка, потому что, например, избыток витамина А, он может вызвать боли в печени и в суставах, а зачем они нам нужны. Или избыток цинка, он вызывает фиброзное прирождение печени и отставание в развитии, и задержку развития плода, если мы говорим о беременных женщинах. То есть вы сами увидите вот эти моменты, я вынесла там отдельно, что бывает при передозировке, и еще раз вам повторю, это бывает при передозировке витаминами из банки, витаминами из продуктов передознуться очень-очень сложно. В частности, возьмем, например, витамин А. В продуктах он нас ждет в печени, в сливках, есть растительный заменитель, он нас ждет в морковке, вы все знаете, и получается, что если мы будем очень много есть морковки, то произойдет действительно небольшое отравление, но оно выйдет само, максимум у нас пожелтеет пятки. Если мы переедим печень, у нас может заболеть печень, жирной печень и переедим от большого такого количества жиров, одновременно поступивших, может заболеть печень, но тем не менее она с этим справится. А вот от передозировки витаминами как раз печень не будет знать, что происходит, для нее это будет более сложный уровень, потому что опять же не будет вот этих дополняющих веществ. В-четвертых, какая проблема у нас есть с витаминами? Это я прочитала на Бэби-блоге и была очень злая, это было много лет назад, не знаю, есть ли там еще эта статья, там значит для молодых мамочек выходит пищевой технолог, а кто такой пищевой технолог? Это как раз человек, который всю жизнь учился как бы сделать так колбасу, чтобы она не воняла месяца два-три, а лучше несколько лет. И это делается с помощью серного консерванта, который мы сегодня обсудим и что он с нами делает. И понятное дело, нельзя ругать этого человека, у него такая работа, но он приходит на форум для беременных и объясняет, что все синтетические вещества абсолютно схожи с натуральными по химическим формулам. Следовательно, употребление, говорит он, абсолютно безопасно и естественно. И давайте остановимся на этом моменте, потому что многих может сбить это с пути, казалось бы, формула такая же, формула такая же, значит то же самое, значит можно есть, не значит. Если мы игнорируем все данные современные, обсудим, сейчас прервемся на секундочку, вопрос хороший, если солнце нежелательное, нехватка витамина D, то можно бывать на солнце в те часы, когда оно не очень яркое, то есть нам достаточно даже ночью есть небольшое совсем количество лучей, которые доходят, а на рассвете или перед закатом этого тоже будет хватать, то есть я совсем не предлагаю вам в 12 дня стоять под распаленным солнцем и впитывать витамин D. И также нужно по-другому отнестись к солнцу, то есть почему именно оно нежелательно, из-за пигментных пятен или из-за каких-то других причин, мы это более подробно можем обсудить. Да, муж становится оранжевым. Вот, очень много морковки. Ну и, конечно, да, мы все индивидуальные. Кому-то много морковки, да, вот, например, тоже интересный пример. Муж становится от морковки оранжевым. Вряд ли же он съедает 3 килограмма морковки. Просто его организм так реагирует. Но это морковка, он может её вывести, если бы этот же муж съел витамин А, а его организм так реагирует, что сразу выводит. Возможно, ему это лишнее, поэтому он выводит, да. Но как он мог бы вывести витамины эти? Через почки. Мы уже обсудили, что они не всегда чистые. И не только почки, но и витамины. Соответственно, и почки могло бы вызвать какое-то нарушение в их работе, да. Это избыток воды им бы пришлось прокачать, чтобы очистить. То есть действительно есть большая разница между баночками. Вот, загар всё равно идёт. Соответственно, солнце всё равно попадает. Витамин D вместе с ним. Загар – это что такое? Это как раз мелатонин. И как раз витамин D нам тоже помогает, чтобы этот мелатонин проявлял загар на нашей коже. Соответственно, ещё почему может не хватать витамина D? Потому что он идёт в связке с другими жирами. Нам может не хватать жиров в питании. Потому что есть другие витамины, то есть А, С, Д, Е обычно вместе. Они должны быть скушаны. Возможно, нам не хватает Е или С или А. Где мы можем взять С? В перчике. То есть если мы сделаем, например, такой салатик из морковки и болгарского перчика, польём его оливковым маслечком, то это уже будет совсем другое дело. А в капсулах набирается? Набирается ли в капсулах он? Потому что он может не усваиваться по другим причинам. Так, извините, я вопросы, наверное, оставлю, но потом тоже кто-то был недовольен, что на вопросы я отвечаю, отвлекаюсь, лучше мы их в конце все обсудим. И очень рекомендую, половина вопросов ваших пойдёт, когда вы внутри тест увидите. Но сейчас у нас по теории важная информация, а то мы опять на два часа засядем. Так что извините, я все вопросы ваши вижу и на них отвечу. Итак, что происходит? Нас убеждает какой-то пищевой технолог, который делает колбасу, чтобы она не пропадала никогда, убеждает беременных мамочек, что в таблетках нет никакой проблемы и вообще можно всё то же самое, что они едят в продуктах, есть в таблетках, и что они такие неразумные курицы, не соображают в биологически активных добавках и в формулах химических. И особенно женщины очень восприимчивы во время беременности и конформации, и вообще такой период довольно серьёзный, и непонятно, кого они послушают. И чтобы в этом разобраться, давайте приведём такой пример. Получается, что эти учёные, которые основываются только на молекулярной теории, что это такое? Это что мир состоит из молекул и точка. Уже, конечно, доказано, что не точка. Есть разные более маленькие частички, там атомы, кванты, кварцы и так далее, фотоны. И вот эти маленькие частички имеют гораздо большее влияние, чем принято было думать раньше. И сейчас у нас есть уже биофотоника, наука о том, как клетки отражают и даже сами светятся внутри нас, и эпигенетика, о том, как образ жизни на нас влияет и разные исследования на близнецах, когда даже однояйцевые близнецы, будучи помещены в разные условия, в разные семьи, с разным социальным статусом, с разным продуктовым набором, разными привычками питания, получались абсолютно двумя разными людьми, хотя у них по генетике всё один в один. И получается, что если мы отринем все эти знания, остаёмся только на молекулярной теории. Какой у нас парадокс? Вот у нас есть человек живой, здоровый, красивый, и можно его проанализировать, взвесить, сказать рост такой-то, вес такой-то, все анализы взять и записать, где какая молекула лежит. Замечательно, разборчивым, медицинским почерком, как они любят. И вот тот же самый человек, но уже покинувший нас, мёртвый, простите, за негативный пример, но он очень показателен. И что мы видим? Что все молекулы остались на том же самом месте. Ну, что-то там теперь не шевелится, сердце не стучит, да, кровь не течёт. Но тем не менее, ничего никуда не исчезло, ничего не отвалилось. Всё в тех же местах, две руки, две ноги, всё по госстандарту. Но мы-то с вами видим, что он уже не живой. И как мы можем обсудить разгадку этого парадокса, если по молекулам всё то же самое? И поэтому я очень хочу, чтобы вы вот этот пример держали в голове, чтобы понять, что учёные пока не научились синтезировать или создавать жизнь во всей её полноте. Поэтому никакие синтетические витамины и таблетки не дадут нам полного и долговременного эффекта восстановления нашей красоты, нашего здоровья, в отличие от натуральных продуктов. И мы обсудим сейчас с вами некоторые продукты, которые вызывают необратимые последствия внутри нас. Это экономические факторы нашего болезни, нашего лишнего веса. Точнее, кто-то сэкономил на этих продуктах, но нам теперь болеть. Я их называю антипродукты глобального масштаба, и они настолько синтетические, что нужно знать о них абсолютно каждому. Спасибо. Если вы очень смуглые, то это потрясающе красиво. Реально вкусно. Ну так вкусный же круиз, не зря. Ну что, готовы? Важная информация. Я ее даже продублирую вам таким чек-листом потом, чтобы она была перед глазами. Начнем с глюкозно-фруктозного сиропа. Он особо опасен. Если вы о нем впервые слышите, то это не значит, что вы его не едите, потому что его добавляют везде. Это также называется инверторный сироп, инверторный сахар, высокоглюкозный фруктозный сироп, высокофруктозный глюкозный сироп. То есть они меняют местами туда-сюда, чтобы избежать там разных гостов, штрафов и так далее, потому что во многих странах уже четко есть регламент, что не больше, чем там столько-то процентов яда можно класть в еду. Поэтому названия разные, суть одна. И суть это очень опасна для нас. Он содержится в любых популярных сладостях. Орео, шоколад-милка, конфетки-киндер, безалкогольные напитки, типа там Red Bull, кола-лимонад, соки очень часто, сиропы для алкогольных коктейлей, выпечка, торты, пироги, пирожные промышленного производства. И теперь мы можем его увидеть в составе. Вам будет чек-лист, чтобы вы прочитали, как он называется, и зрительная память еще сработала. И сможете обратить просто на него внимание, когда пойдете за вкусненьким к чаю, и, может, вы видели в отзывах, что, ой, я только после веренной консультации пришла в магазин, ужас, ничего нельзя брать. На самом деле можно, есть все-таки продукты, которые брать можно, но зачастую даже, например, сухофрукты обливают этим глюкозно-фруктозным сиропом. И вот бывает, что есть финики, например, и нормальный человек может съесть там один финик, два финика и наестся по уши, потому что он довольно сладкий. И совсем другое дело, когда мы едим один финик, потом сразу второй, третий, четвертый, пятый, и так вся пачка. От чего это происходит? От того, что нас обманули, от того, что это были слишком блестящие сухофрукты, облитые вот этим самым глюкозно-фруктозным сиропом, так что у нас попа слиплась. И голова не подумала, что сейчас происходит. И мы обсудим, как это вышло. Итак, с чего все началось? В Америке глюкозно-фруктозный сироп считается главным виновником ожирения, потому что он слаще обычного сахара, которого мы уже привыкли с вами бояться и остерегаться в несколько раз. И раньше считалось, что максимальный гликемический индекс равен 100 айону сахара, но с изобретением глюкозно-фруктозного сиропа этот гликемический индекс вырос до 120, типа там 147%, да, проголосовало. То есть это правда очень-очень много. И вот эти неестественно резкие скачки сахара в крови, они у нас вызывают привыкание, заставляют нас любить сладости, манипулируя нашим мозгом. И к тому же этот глюкозно-фруктозный сироп очень дешевый. Он еще дешевле, чем белый сахар. Хотя, казалось бы, куда уже дешевле. И поэтому его производители везде добавляют. И что же с нами происходит, когда мы его едим? Вот мы съедаем печенье с глюкозно-фруктозным сиропом в составе. И вряд ли мы его запиваем простой водой, да? Наверное, чаем с сахаром, или вообще какой-нибудь газировкой сладкой, или соком, или кофе со сгущенкой, кто чем. И получается, что воду мы не получаем вместе с этим печеньком. Или вообще едим ему сухомятку, что тоже не есть хорошо. Потому что вода нам нужна для расщепления всей-всей еды внутри нас. Иначе это не происходит. Это слюна наша делает, это вода делает внутри. И что получается? Мы съели печенье, и мы испытываем обезвоживание сразу. Потому что вся вода в организме, которая была, она как раз уходит к этому печеньку на разделение двойных сахаров на одиночные молекулы. Тогда мы пьем еще пару глоточков. Ну, мы же чувствуем, что нам как-то засушило. Мы пьем еще пару глоточков колы, или чая с сахаром, или кофе со сгущёнкой, где еще больше сахара. И вода еще больше отливает от всех мест, где она была нужна, и приливает туда, где мы там все наели, и ей надо теперь это все дробить, расфасовывать. Уровень сахара в крови подлетает просто до небес, потому что у нас и печенька с этим глюкозно-фруктозным сиропом, и сладкая какая-то запивка для этого всего. И мы тут же ощущаем веселье, счастье, кайф, обсудим, почему это тоже сегодня. И нам кажется, это приятно, но все стремится к балансу, и тут же этот уровень сахара резко падает, потому что все молекулы сахара, они очень быстро расходятся по телу, и мы снова чувствуем желание повторить десерт и тянемся за следующим печеньком или за следующим фиником в глюкозно-фруктозном сиропе. И сахар в крови тоже мгновенно расходуется, и как бы много мы его не съели, он идет не в энергию, ведь никто не ест торты, когда поднимается на Эверест, а он идет в наше депо. И каждый следующий кусочек сахара поднимает вот эту вот шкалу нашей удовлетворенности, радости и счастья чуть ниже, чем предыдущую, то есть первый вкус печенька, о да, блаженство, второе печенька, ну, что-то уже не так уж и вкусно, но и остановиться невозможно, да, мы шеплакли, кололись, но все равно продолжали жевать. Вот это с нами и происходит из глюкозного сиропа. И получается, что аппетит разжигается, сладкое приносит удовлетворение лишь временно, и мы уже не в силах удовлетворить свои эмоциональные потребности. И мы завтра, или вот на следующем уроке, если сделаем его через день, будем обсуждать эмоции и вкусы, как управлять и теми, и другими. И формируется устойчивая зависимость от сахара, которой особенно подвержены дети и детская психика, потому что производители заранее знают, и по исследованиям, если ребенок в детстве ходил в Макдональдс, то у него это записывается, как вот состояние счастья, удовлетворения, мама, папа, рядом, я в Макдональдсе, и потом, когда с ним случается стресс уже в взрослом возрасте, то он тоже идет по проторенной дорожке к успокоительному чизбургеру с Кока-Колой и большим-большим мороженым в Макфлуре. Поэтому нужно сразу детей контролировать, а это невозможно сделать, если мы не контролируем себя, потому что они все за нами повторяют, и прятать от них нет смысла. Лучше сразу все это из дома убрать и найти полезные замены. Разберемся, почему вообще сладкое доставляет нам такое большое удовольствие. Оказывается, что с давних времен эволюционным путем человек выяснил, что на целом-целом свете, который он обошел, нет ни одного сладкого продукта, который был бы ядовитым. И так мы эволюционно и смекнули, что кушаешь сладкое, ты в безопасности. Враг не придет, ты не отравишься, не будешь лежать в коме, пока там враг будет, не знаю, забирать твоих мамонтов. Поэтому мы стремимся к сладкому как к безопасному. И, как мы уже понимаем, сахар, особенно глюкозно-фруктозный сироп, который еще слаще, еще менее натуральный, они влияют на нашу психику, эмоцию буквально как наркотики. И даже вы, наверное, все слышали этот эксперимент с мышкой, которая не умеет тусоваться, когда ее подсадили и на сахар, и на кокаин, потом предложили выбрать что-то одно, и она выбрала сахар, потому что так и велел ее маленький мышиный мозг. То есть даже мышку можно подсадить. И несколько лет назад вышел документальный фильм «Сахар». Можете его посмотреть, чтобы на досуге узнать, что сахар кладут теперь не только в сладкие продукты, но и, знаете, многие люди любят солененькое или остренькое, но вот в этой панировке, в острых крылышках, в соусах, в отрубях, в детском питании, в диетическом, похудительном питании, в сосисках, в йогуртах, в мюслях, в батончиках, в отрубях, везде можно найти глюкозно-фактозный сироп. Стоит только посмотреть состав. И также есть продукты до сих пор, в которых вы его не найдете. Давайте на них и будем с вами нацеливаться. Например, почему нам нужен, почему нам нужен, нам не нужен кетчуп, почему нам нравится кетчуп? Он состоит из сахара больше, чем наполовину. В том же маффине 50 грамм сахара, в банке колы 40 грамм сахара. И из-за вот этой эволюции, которая нам говорит, что это безопасно до сих пор, мы на это все ведемся. Но больше не будем вестись на чужие уловки, отдавать свои же деньги за складки, отдышки и диабет. Мы вооружимся с вами знаниями и будем защищать свою красоту и молодость во что бы то ни стало. И теперь очень важная тема это транс-жиры. Кто готов? Посмотрю ваши вопросики. Что я думаю о докторе Волоке и его книге «Умершие доктора не лгут» к вопросу о приеме витаминов и минералов. О, я очень вам посоветую скорее книжку врача-онколога о раке и книжку Кэтрин Шенахан «Умный ген». А эту я, честно говоря, не читала. Но вы мне расскажите, о чем она. Или я потом прогуглю, посмотрю, прочитаю. Я очень быстро и много читаю. И расскажу вам тогда, что я не думаю. Продолжим сейчас нашу тему про антипродукты. Персональные антипродукты, напоминаю вам, покажут внутри тест. Причем он их дает бесплатно. Можно пройти его бесплатно и получить персональные антипродукты бесплатно и убрать их у себя бесплатно и все вот это пройти. И там также будут чек-листы. Может быть, даже будет ссылочка тут. А, вот ссылочка. Спасибо модератору. Появилась. А кто захочет уже более подробно, где будут все полезные продукты, все витамины, все, что я рассказывала, тоже для всех, кто сегодня присутствует. Я очень благодарна тому, что вы здесь. Тратите свое время на образование. Это многого стоит. Это очень достойно. к минимуму. Вы не ищете, кто виноват. Вы идете и разбираетесь сами. И я понимаю, что сейчас ситуация у нас у всех не очень финансовая. Я имею в виду, потому что кто может заплатить, тот уже давно заплатил, а мы с вами на бесплатном почему сидим? Потому что не каждый может себе позволить дорогостоящие какие-то продукты, но тем не менее это не значит, что если у нас нет денег, то мы теперь все должны умереть. Нет, деньги появятся, нам главное дожить. И чтобы мы дожили, я расскажу про скидки, которые я приготовила сегодня всем, 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 кто был и слушал. Но давайте послушаем внимательно про трансжиры. и потом эти скидки. Ой, ну короче, давайте про трансжиры. В Америке придумали новую технологию в 1909 году, то есть 110 лет назад. Она, конечно, не сразу вошла в жизнь, поэтому можно заметить даже из поколения в поколение, когда у нас бабушки в 80 лет начинают болеть, а дети у нас, их же внуки уже в 8 лет начинают болеть диабетом. Почему так произошло? Потому что о нас абсолютно не думала пищевая промышленность. Сейчас у нас все это меняется. Сейчас выходят на рынок и зеленые производства, и фермеры, и все это натуральное хозяйство. А тогда было наоборот, обратное, да, что все фермеры и натуральные хозяйства были признаны устаревшими, а вот классные конвейеры и дорога всем химическим технологиям была открыта. И тогда еще люди не понимали до конца, какие последствия нас ждут от этого. А последствия были ужасные. Итак, в Америке в 909 году придумали новую технологию гидрогенизация жира. Что это такое? Это процесс, когда под большим давлением и большой-большой температурой в 200 градусов Цельсия ненасыщенные жиры, то есть наши масла растительные прекрасные всякие там орешков и семян превращаются в насыщенные. А насыщенные жиры это те, которые твердые в обычном состоянии. То есть, например, кокосовое масло, да, оно замерзает, или сало это насыщенный жир. Получается, что они каким-то образом умудрились сделать из цветочка сало. Ну, буквально. Причём это сало всего на одно соединение двойное между молекулами отличается от пластмассы. Представили себе, да, какой коктейль молотого получился. Как же это делается? Меняется сама структура молекулярной цепочки под давлением и под температурой. И на выходе получаются такие мутанты, которые непривычны и непонятны организму. И здесь можно представить себе как раз тетрис. То есть, как мы с вами обсуждали в теме про белковый оборот на прошлом уроке, мы должны всё получить ровненько в нужном количестве, в нужном качестве, чтобы эти белочки построились и там из курочки и укропчика получился человеческий глазик, не куриный, да. И поэтому нам важно, чтобы наш внутренний механик хорошо работал. А тут вот этот тетрис, и наш организм заботливо строил нам этот рядочек, который, когда весь построится, то все аминокислоты построятся, получаются в нужные нам белки и пойдут выполнять свои функции. Вместо этого нам приходит необычная, как в тетрисе, помните, была такая игрушка, там бывают палочки, там буковки Г, а тут приходит буква ЖО, просто вот такая вот проскоряка, вот этот мутант. И девать её абсолютно некуда. Организм вообще не понимает, куда её девать, ровные уже строчки не получаются, никто не идёт работать, не получается строить дальше, не получается закрыть образовавшиеся дырки, и более того, начинаются вот эти каскадные разрушения, о которых я уже говорила, ещё к ним вернусь. И приходится нашему организму работать с тем, что он имеет, а не с тем, что ему хотелось бы. И работать ему приходится плохо, потому что трансжиры, они нарушают сигнал с гормонами, которые необходимы вообще для любого функционирования человека. Потому что часто спрашивают, почему я только про женские гормоны говорю, ну, мне про женские гормоны понятнее, у меня есть личный опыт в этом плане. Тем не менее, вы знаете, что какого бы пола ни были гормоны, то, что как дирижёр в оркестре управляет всеми-всеми-всеми музыкальными инструментами внутри нас, и не только музыкальными. Во-вторых, трансжиры снижают иммунитет, и наши шансы на красоту и молодость естественно тоже, потому что это и высыпание, и постоянные болезни, и любое там долгое заживление раночек, шрамиков и так далее. И более того, они увеличивают риск как раз самых серьёзных заболеваний сердечно-сосудистых, рака, атеросклероза, диабета второго типа, причём не в один-два раза, а буквально в сто раз, некоторые в миллион раз. Я вам потом предоставлю подробные расчёты, как это высчитывалось, если вам интересно, чтобы вы не думали, что это для красного словца. Действительно, риск вырастает в миллион раз, в некоторых моментах даже в пять миллионов раз просто от того, что мы употребляем трансжиры. Зачем так сильно рисковать? Тут уже, ну даже если сравнить с курением, которое увеличивает риски, например, в двести раз, да, тут у нас пять миллионов. На каких именно продуктах должно быть написано аккуратно или бесплодие? явно уже не на сигаретах, потому что есть другие. Они их придумали. Зато эти гидрогенизированные масла, которые превратились в трансжиры, они очень стабильны, то есть они почти не портятся и подходят для многоразового использования, и в одном масле можно жарить по сто раз, и вообще здорово, да? Подумаешь, красота и здоровье человеческое. Из-за очевидной экономии, конечно, технология была сразу выкуплена компанией Procter & Gamble, что дало мощный толчок развития фастфуда по всему миру, и вот как раз пошли все эти Макдональдсы, о которых наши бабушки, прабабушки ничего не слышали, у многих даже мамы, и понеслась. И, конечно, разумная общественность не дремлет, и в некоторых странах, например, в Нидерландах, где я училась, процент трансжира даже в Макдональдсе достигает всего 4%, в то время как в Америке в том же Макдональдсе он более 20%, а в России пока у нас нет данных о трансжирах, о трансжирах, более того, мы постоянно видим рекламу, что вот олейна, самая лучшая, или золотая семечка, самое лучшее масло, оно не пахнет, или там маргарин, ты что жаришь на сливочном, возьми маргарин, там была такая реклама в моем детстве, что приходит молодая хозяйка к своей маме и говорит, ну ты вообще, что ты себе позволяешь, есть же маргарин, но это неправда. И именно это вызывает мутацию наших клеток, именно трансжиры, а не геномодифицированные даже продукты, потому что по аналогии с Тетрисом, телу приходится строить новые клетки из того, чем мы его кормим. И если это трансжиры, то получаются целлюлиты, болезни, атеросклерозы, диабеты и так далее. Тело в этом абсолютно не виновата, как бы что положили, то и получили. И в природе это все отсутствует, и поэтому для организма остается большой загадкой, как же с этим справиться по-человечески. Со временем избыток этих трансжиров накапливается, накапливаются также ошибки в репликации ДНК. И получается, что у нас все хуже и хуже идет самовосстановление, саморегенерация. И вот процесс старения, он набирает обороты и разрушения, и заболевания. Зачем нам это делать? Зачем нам себе покупать атеросклероз и рак? И даже если не пугать вас вот этими серьезными болезнями, чего я вообще не люблю через страх, когда ко мне идут люди, то возьмем пример вот из последнего круиза, который прошел у нас в феврале в марте. У меня была девушка, которая просто поменяв масло, избавилась от дерматита своей дочери маленькой, которую чем только не лечили и чем только не мазали, просто поменяв масло. То есть вот это масло для жарки или даже масло, которое написано половина рафинированного, половина нерафинированного, это опять же как вот с тем бочкой варенья, в которой ложка не варенья. Не нужно этого делать. Итак, выход только один. Описание действия транжиров. Предоставлю вам схемку, как они действуют, а мы сегодня экономим время и рассказываем вкратце и по-быстрому. Так, чтобы было понятно. Да, на нерафинированном подсолнечном замечательно. Кто-то больше подсолнечное любит нерафинированное, кто-то кокосовое любит нерафинированное. У нас есть даже Анастасия Шалаева в общих знакомых со многими. Это девочка, которая делает масла дома, выжимает и всем отправляет по всему миру и сама даже варит масло тхи. Что-то вроде топленого масла, но немного по другой технологии делается. Итак, выход у нас только один. Избегать транжиров. А я все думаю, о чем мог сказать Денис. Возможно, о том, что есть большая разница между транжирами, которые и так присутствуют, например, в мясе или в молоке. Но это естественные транжиры. А есть вот транжиры, которые получены лабораторно с помощью процесса гидрогенизации и с помощью вот этих всех современных технологий, которые не всегда нам на пользу. Может быть, вы это имели в виду. Да, это Настя. Вот у Насти есть прекрасные масла. Дальше. Почему? На чем мы остановились? На чем-на чем? На том, что мы говорим нет как раз маргарином, майонезом, фастфудом, притерным жиром, готовой выпечки, дешевым этим печеньем или даже дорогим печеньем, но в которых есть глюкозно-фруктозный сироп или транжиры. Это различные масла, которые вот мы, например, видим пальмовое масло. Пальмовое масло само по себе довольно полезно, но оно абсолютно не хранится, поэтому оно не может никак к нам в печенье попасть в своем превозданном виде. Даже если это не написано, оно все равно обязательно будет гидрогенизированное и рафинированное, иначе бы оно плохо пахло. Если бы оно плохо пахло, мы бы его не ели, соответственно, они решили эту проблему за нас. Но нам не очень нравится как, да? И заменитель молочного жира это тоже оно, и находится это зачастую в обезжиренных молочных продуктах, тоже те самые транжиры. И чтобы вы не пугали, что вам теперь совсем ничего нельзя кушать, я расскажу, что вы обязательно, прям пообещаю и выполню это обещание, что вы обязательно найдете вкусную и полезную замену вместе со мной, как сделали все девчонки на круизе, как сделали все, кто получили тесты, и как сделали все повара Мишлен, например, которые жарят на оливковом нерафинированном масле во всех своих ресторанах, а в некоторых сейчас и на кокосовом. Также мы можем жарить на масле, на сале или на масле сливочном, но высокой жирности, 82,5%. Это то, на что стоит обратить внимание. Теперь переходим к следующему моменту, это серые и серные консерванты, как раз вспоминаем того пищевого технолога, который убеждал беременных мамочек, что нет никакой проблемы в серных консервантах. Так вот, в сере самой проблем нет, в мире вообще нет проблем, есть проблема только в избытке или в недостатке, недостатке вот этого баланса, а так все прекрасно. В каждой капле. И сера, как и азот, она входит в состав белков, в силу чего белковый обмен также называется азотистым и серным. В белках эта сера содержится в аминокислотах, например, в цистеине или в метеонине, и особенно богатые серые верхние слои кожи и наши волосы, кератин волос, и в меланине, это пигменты загара мы сегодня обсуждали, который защищает нас от ультрафиолетовой радиации, но в потреблении серы, как и с другими полезными микроэлементами, нужен баланс. И серные консерванты, в отличие от натуральных продуктов питания, они зачастую содержат серу в огромном-огромном избытке, с чем мы уже справиться не можем. И тогда это приводит нас к кожно-высыпаниям, к зуду, к фрункулезу, к красненьким глазкам, потому что глаза постоянно сухие, потому что кости ломят, хвост отваливается, ломота в области глаз и бровей, повышенная чувствительность к освещению, слезоточение, слабость, тошнота, головные боли, головокружение, обмороки, ОРЗ и бронхиты, все это избытки серы, нарушение слуха, нарушение в работе желудка, диарея, мышечные спазмы, вплоть до нарушения психики и снижения интеллекта. И, например, если мы возьмем вино или пиво, или сидр, а не только колбасу, мы там обязательно увидим серный консервант, если это только не винодельный, не какое-то крафтовое пиво, я не знаю, зачастую все равно там будет серный консервант. И выходит, что именно этот избыток вызывает в нас все то, что мы в себе не любим. Но, оказывается, мы это любим не в себе, а в избытке серы. И чтобы избежать как раз этих плачевных последствий, нам стоит также остерегаться вот этих серных консервантов, салфитов, которые нас ждут в готовых покупных салатах часто, в копченостях, в уксусе, в пиве и в сидре, как я уже сказала, и еще временами встречаются в сырах. Теперь, есть ли какие-то у вас вопросики в прошлый раз я давала вам возможность поволтать со мной, написать плюсики, потому что мы переходим к важному моменту, как правильно пройти тест. Кто-то расстраивается на этом моменте и не доходит до конца. Может быть, есть какие-то непонятки, мы их сейчас обсудим. Внутри теста это наш помощник, он нам поможет избавиться от всех лишних наносных вот этих «это полезно, а это не полезно», он нам расставит именно то, что полезно нам. гидрогенизация и рафинация не одно и то же. Рафинация – это несколько способов очищения, гидрогенизация – это как раз описанный процесс с давлением и с температурой. Так, какие проблемы может нам решить внутри теста? Перейдем к подаркам. Лично я алкоголь не употребляю. Больше трех лет. Да, для нашего организма это тоже сахар, и поэтому, когда мы видим на диабетических полочках, что есть фруктоза у нас добавлена в продукты, и мы думаем, ну, наверное, мне это подойдет. Нет, организм будет реагировать практически точно так же. И я уже говорил на прошлом вебинаре, что есть еще индивидуальная наша реакция. Так, некоторые люди как раз набирают вес, и полнеют, то есть, соответственно, уровень сахара у них больше подскакивает от фруктов и овощей, то есть, от фруктозы, которая даже вся такая классная вместе со всеми своими помощниками и натуральными комплексными микроэлементами, которые ждут нас в фруктах, в овощах, в цельных продуктах. А другие люди набирают от того, что нам все советуют отказаться там от выпечки и печенек. Акхи прекрасно жарит. При гипертириозе у меня был гипертириоз. Нет, избегать солнцу не нужно. Нужно избегать стресса при гипертириозе, вот это уж точно. И мы лучше обсудим, я вам показывала в самом начале. Гипертириоз – это избыточная деятельность щитовидной железы. Когда она делает очень много гормонов, так много, что даже не справляется. Впоследствии это может привести нас в гипертириоз, 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 когда наоборот ее функция угасает. И мы об этом можем узнать, потому что люди начинают полнеть, потому что люди начинают чувствовать себя вялыми. И существует гипертириоз. Это когда наоборот активность очень повышенная, стресс очень повышен, люди практически перестают спать. Полный внутритез будет, да, лично от вас, да, и в зависимости от организма, конечно, он будет показывать каждому свои личные результаты, свои продукты. Более того, вы можете там поставить галочку, если вы беременна или кормящая, там будут другие микроэлементы, другие продукты, потому что чуть больше потребностей у беременных кормящих, чем у просто женщин, хотя это ни в коем случае не болезнь, а нормальное состояние здоровой женщины. Тем не менее, потребности больше, потому что нужно обеспечить и себя, и растущий плод. Что такое кхи? Кхи – это масло сливочное, оно такого золотистого цвета, орехового привкуса. Это золотое масло аюрведы. Мы с вами будем обсуждать подробнее аюрведу, биоэнерготерапию, различные лечения болезней на разных уровнях, которые уже зависят не только от нашего питания, но и от питания наших мыслей, наших эмоций, наших целей, от различных… Это очень глубокая тема. Я ее оставила специально на следующий раз. Поэтому именно мы жарим очень быстро, Денис, мы не оставляем жариться. И получается, у меня есть такая реакция миллиарда. У меня есть по ней целая огромная презентация, я ее защищала в Цептере, когда мы делали сковородки с таким покрытием, на котором можно было не жарить, или точнее жарить без масла. Но, к счастью, у нас есть микроэлементы, которые нас могут защитить даже от вредного влияния транжиров. Это антиоксиданты различные, витамины различные, минералы, которые очищают нас, например, молибден или селен. О, вот завтра или завтра или послезавтра я как раз хочу… Да, завтра-послезавтра я как раз вам хочу рассказать более подробно про болезни, потому что не все пришли с заболеваниями, некоторых интересует только похудение, оздоровление или просто как составить себе адекватную программу питания, составить себе и своей семье. То есть мы с вами будем углубляться, для тех, кому интересно, мы будем обсуждать вплоть до рака и заболеваний аутоиммунных. То есть даже настолько глубоко пойдем. Но сегодня у нас с вами тема внутри тест. И мне хочется закончить нашу лекцию на подарки для вас, потому что мы за эти два дня прошли с вами много нового. И я постоянно упоминала о различных веществах, микроэлементах, которые могут, попадая в наш организм, или улучшить наши процессы, смазать и раскрасить яркими жизненными и радостными красками наше настроение, самочувствие, мыслительные функции улучшить. А сегодня мы коснулись еще вредных токсичных веществ, которые сведут на нет всю нашу работу над собой. И нужно понять, конечно, что же из всего этого массива данных имеет отношение лично к нам. И как вообще держать в голове столько всего. Что вот мне вроде нужен магний, воды взять мне или семечек, чтобы ноги не крутили. Или там клетчатка, чтобы давление понизилось и пищеварение улучшилось. Это вот в каких овощах? И серу там не употреблять или не допускать ее избытка. Каких продуктов избегать, да? И ем ли я вообще эти продукты? А те, которые мне нужны, есть ли у меня в магазине рядом с домом? И что теперь у меня вообще есть? И вот чтобы на эти вопросы ответить, как раз нам и нужен внутритест. Похудела ли я сама? Да, я похудела сама, пользуясь моим внутритестом. Более того, будет завтра история про маму. Мама похудела больше, чем на 20 кг, пользуясь моим внутритестом. У сестры моей прошли акне и аллергия на глютен, пользуясь моим внутритестом. Вы еще посмотрите, если хотите, отзывы людей, которые пользуются внутритестом, и посмотрите, что у них хорошего произошло. Перестали сыпаться волосы, отросли ногти, люди перестали болеть, даже когда рядом коллега сидел, там чей-то кашлял, и время было такое, там осень-зима. Все равно никто не заболел, потому что наше питание, которое нам подходит, оно нас и поддерживает. Мы, в общем-то, для этого и должны получать эти микроэлементы, чтобы хорошо себя чувствовать, иначе смысл. И какие проблемы может решить внутритест? Это проблемы жирового обмена желудка, печени, почек, поджелудочные, кишечника, то есть всего пищеварения, костей и суставов, головы гормонов, гормонов надпочечников, иммунитет повысить, у кого частые циститы, у кого вирусы, в том числе вирусы герпеса, частые простуды, постоянные антибиотики или мочегонные, или противомикробные. Все это не очень хорошо. Все это выводит некоторые витамины, поэтому нужно их дополучать с продуктом и питанием. И там есть такие вопросы, чтобы вы ответили, какие вы препараты принимаете, и вам пересчиталось все в соответствии с именно вами. У кого избыточный вес, у кого целлюлит или нерегулярный стул, у кого отеки, потливость повышенная, у кого несвежее дыхание, кто перепробовал все диеты, я это уже говорила, это тоже в тесте есть. Можно нажать, что вот я уже сидела на дюкане, и тест тогда понимает, ага, вы сидели на дуковом питании, наверняка вы не доедали жиров и клетчатки. Вот, пожалуйста, доешьте сейчас. У кого нет аппетита утром, зато зажор вечером, тот тоже должен иметь в виду, что это не хватило каких-то микроэлементов нам. Именно поэтому организм к вечеру уже устал, да, на закате у нас биологические часы, как работает закат, все птички, все рыбки уснули в пруду. Птички уснули в саду, и только у человека начинается самый пик социальной активности. И как раз в этот момент нам бы по-хорошему тоже лечь спать, но мы не можем себе это позволить в нашем образе жизни. Именно поэтому нам нужно съесть хоть что-то полезное. Я часто разрешаю девчонкам даже какие-то сладости есть, то есть мы от них не отказываемся полностью, но определенные сладости в определенное время. И какие сладости тоже есть во внутритесте. То есть я сразу туда добавляла только те продукты, которые не могут нам навредить. С сильным стрессом, с нервным срывом, с плаксивостью, с вялостью, с депрессией, с апатией, с утомляемостью, с дефицитом внимания и рассеянностью. Вот такие там вопросы, которые абсолютно понятны. Вы же знаете, что такое сбой в режиме ночного сна, или что вы принимаете там снотворные, или транквилизаторы, или другие антидепрессанты какие-то. Раскоординация движений, боли в костях, боли в хрящах, суставах. С чего нужно начинать? Как раз с того, чтобы проверить свое питание на его полноценность. Достаточно ли оно богато различными микроэлементами, которые нужны организму. То есть дальше мы с вами будем обсуждать глубже все вот это волшебство, как там правильно себя послушать, как правильно напитать свои эмоции и мысли, как правильно нормализовать гормональную систему, как избавиться от вот этих заболеваний, от которых никак не избавиться. Но мы не можем пойти с вами дальше, пока у нас вот эта база не закрыта. То есть должна быть такая крепость. А дальше можно уже вешать любые флажочки, менять себе шторки. Но если крепость неустойчиво стоит, то это все может в любую минуту рухнуть. Поэтому все моменты, которые нам, таблетки там или какие-то операции по улучшению чего-нибудь в себе, или какие-то там марафоны, которые такие в игровой форме, да, когда надо получить максимальный результат среди всех, соревнуясь там, кто больше скинет килограмм, тот получит автомобиль. Здорово, конечно, получить автомобиль, но не здорово потом на этом автомобиле ехать в больницу, потому что сбросить больше всех килограмм не всегда здоровая опция. Здоровая опция сбрасывать столько килограмм, сколько ваш организм сейчас безболезненно может вынести. А чтобы он вынес побольше безболезненных скинутых килограмм, нужно, чтобы ему побольше хватало микроэлементов. И вот что говорят девчонки. Вероятно, с избытком серы. А также это может быть связано с тем, что здесь у нас есть информационный центр. Мы будем разбирать по биоэнергетерапии, аэрвене, разные центры тела. И вот область третьего глаза, так называемого, эзотериков, здесь у нас внутри гипофиз. И это информационный центр, который сделан зачем? Его функции какие? Он, во-первых, управляет более нижними железами внутренней секреции, то есть гормонами надпочников, например, или поджелудочной. И более того, его задача — весь объём данных, которые есть вокруг нас, то есть понимание вот этих глобальных процессов с одной стороны вокруг нас, с другой стороны понимание процессов, которые происходят внутри нас. И вот это наложение их друг на друга, чтобы мы вели себя адекватно, адекватно окружающему нас миру. Соответственно, когда этот информационный центр перегружен, от чего это может быть? От того, что мы очень много сейчас слушаем новостей, которые все говорят разные. Кто-то говорит, нас сейчас всех чипируют, кто-то говорит, вируса вообще никакого нет, кто-то говорит, мы сейчас все умрём, кто-то говорит, мы сейчас так классно заживём, как никогда не были. И бедный наш гипофиз всё это, все варианты прокручивая, не понимая, что ему делать сейчас. Прятаться или радоваться, кушать или запасаться. И, может быть, ещё с этим связано. Если есть много здоровых продуктов, то можно ли похудеть? А каких здоровых продуктов? Если много, то можно, да. Но насколько много? То есть, по идее, как мы высчитываем? У нас получается, что организму, естественно, нужны и белки, и жиры, и углеводы, и различные микроэлементы. И когда мы их получаем, наша задача с вами по-прежнему дать организму, то есть есть такое понятие, как пищевая плотность, то есть концентрация питательных веществ относительно калорий. И внутри тест этот момент тоже учитывает. То есть, например, чтобы получить пользу из молока однопроцентного нормы витамина А, нам нужно выпить там буквально 3 литра молока. Никто это, естественно, не выпьет. Поэтому у нас молоко опускается немного, а пармезан выходит выше, потому что в пармезане этот же жир более... более плотный, более насыщенный, больше концентрация получается витаминов. То есть мы выпиваем 3 литра молока или там откусываем кусочек сыра. Разница колоссальная. И то и то нашему организму нужно как-то перерабатывать. И тут и тут мы получаем одинаковое количество витаминов. Зачем же нам много? Ну и молоко, и сыр в принципе здоровый продукт. Зависит от того, как и с чем. То есть, например, молоко... Многие жалуются, что у них молоко не усваивается, особенно с возрастом. Но, как рассказывает нам Айрфида, молоко и не должно усваиваться. Оно скорее должно действовать как такое очищающее средство, как лечебное средство, когда мы можем его выпить, когда у нас болит горло, или когда мы можем его выпить с различными травами, чтобы успокоиться перед сном и уснуть. И тогда мы его не смешиваем с другими продуктами. Да, конечно, можно вывести все огромное количество антибиотиков, как водой с минералами, но не газированной, просто питьевой водой, и антиоксидантами и витаминами. То есть наш организм постоянно очищается, постоянно перестраивается, постоянно регенерируется. Вот это, знаете, есть анаболизм и катаболизм. Это два совершенно разных процесса. Один настроен на то, чтобы мы набрали как можно больше, на то, чтобы мы синтезировали ткани, другой на то, чтобы мы их разрушили. Эти процессы, они постоянно идут. Получается, мы постоянно разрушаем что-то старое и непригодное и возобновляем строительство нового и лучшего. Если после еды хотите спать, не совсем нормально. После еды должна быть легкость. То есть, возможно, или порция слишком большая, или еда слишком тяжелая. Перейдем. Ой, у нас уже час 30 в эфире пролетело опять очень быстро. Давайте перейдем к подаркам, скидкам, потому что после этого мы еще будем обсуждать ваши личные результаты внутри теста и завтра больше обсудим, не закисляет ли сыр организм. Закисляет, но мы и не едим сыр с сыром. Сыр на завтрак, сыр на обед и сыр на ужин. Более того, кислотно-щелочной баланс мы подробно еще будем обсуждать. Минеральную воду можно купить. Самому можно сделать, если у вас есть дома различные минералы. Потому что, знаете, там серебряную ложку наши бабушки кидали, но это будет только серебра. А все остальные минералы, и это будут металлы. А все остальные минералы, они должны как-то попасть. То есть, минерализация воды, это довольно сложный процесс, ее сложно сделать самому. И когда мы берем даже дорогие фильтры, мы берем очищенную воду из-под крана, которая минералов содержит меньше, чем, например, из родника вода, и получается довольно существенная разница. Но вот куда я вас всех веду. Я хочу, чтобы ваши вопросы отпали, когда вы пройдете тесты, получите полные результаты. А те, кто не может себе позволить полные результаты, чтобы получили хотя бы свои личные антипродукты, и их убрали, и нашли им полезные замены. И чтобы у вас получились такие результаты, как у девчонок, которые хвастаются, как они перестали хотеть сладкого постоянно, как они бросили есть горстями колеса, или вот ем часто, не сильно себя ограничивая, а вес уходит. Это я просто открываю отзывы и читаю, что люди пишут. Вот я бы хотела, чтобы вы тоже это ощутили, чтобы у вас был на весах минус, стол регулярный, настроение хорошее, про воду сейчас я специально покажу. Минутку. Вот у меня пустая есть бутыль воды для демонстраций. И здесь у нас сзади есть минералы. Обычно они табличкой пишутся. Что стоит обратить внимание? На то, что если они написаны, то это уже лучше, чем ничего. Более подробно мы воду сегодня с вами не успеем обсудить, там есть некоторые тонкости, но вот это очень важный момент, потому что очень много воды, в которой абсолютно не написано ничего про минералы. Это зачастую вода компании Pepsi, например, Аквафина. И эта вода, она абсолютно пустая, то есть мы ее пьем и сразу чувствуем, что у нас болит голова. Через несколько дней такой воды у нас начинают цыпаться волосы, потому что нам просто не хватает минералов с питьевой водой. Мы получаем практически норму наших минералов, не считая, конечно, нашей еды. Тут уже проходит тест. Банаква, акваминерали, вот это все нездоровое. Итак, девчоночки, показываю вам, как пройти тест. Это я уже показала, да? Показываю вам радостную новость на сегодня, что мы закончили на чем-то хорошем. Обычно полный нутритест стоит 3,5 тысячи рублей. Обычно он дарится тем, кто выбирает платный большой длинный курс. Но у нас с вами сегодня задача другая – пробежаться и наладить себя, и подготовиться к большому курсу, кто его выберет. Для остальных, чтобы тоже это было не даром, информация не поверхностная ни в коем случае, и не просто послушать, и чтобы она принесла результат. И поэтому я понимаю, что не все могут себе позволить купить полные результаты теста, и бесплатная версия, она вам даст только антипродукты. И поэтому вместо 3,5 тысяч рублей я бы подарила каждому вот сейчас на 49 человек, всем, кто… Банаква – нездоровая опция. Всем, кто сейчас вот есть 49 человек, подарила бы по 2 тысячи рублей. Сколько это будет? 2 на почти 50 – 100 тысяч рублей. Мне для вас не жалко, потому что это поможет вам достигнуть результатов, о которых девчонки говорят, когда у них исчезает химозное всё питание из жизни, из рациона кожи, из рациона тела, из рациона лица и настроения. И вот что они пишут. Они пишут, что все вредности перестали быть вредностями, потому что я всё себе разрешаю. И самое смешное, что теперь, когда всё можно, от фастфуда и несбалансированных продуктов появляется такая тяжесть и тошнотики, что их употребление сократилось до минимума. Организм просит овощей, фруктов, воды и ягод. И мы смеялись, что то, что не удалось сделать всем этим травоядным вегетарианцам и сыроедам, мне удалось сделать при ВИФ «Любовь людей к зелени», потому что, когда ваш внутритест покажет вам, какие продукты вам больше всего сейчас нужны и полезны для того, чтобы исправить дисбаланс, то самая частая реакция, которая слышала, что-то вроде «Да не может быть!» «Да я всегда только их и любила, и хотела, но почему-то себе отказывала, я там наслушалась, что это мне всё нельзя, мясо нельзя, молоко нельзя, ничего нельзя». Вот Денис тоже спрашивает про закисление организма. Мы обсуждали на прошлом бесплатном запуске о том, что, на прошлом бесплатном, да, лекциях, о том, что кислотная или щелочная среда, во-первых, мы это можем узнать по конъективу нашего глаза, во-вторых, она не у всех абсолютно, не все люди нуждаются в защелачивании, как нас пытаются убедить вегетарианцы. Например, у меня и так щелочная среда, более щелочная среда тела, чем нужно. Причём у каждого органа свой pH. Получается, что когда я ем слишком много салатов и вообще забываю о какой-то мясе, молоке, о всём, что вот вредно и нужно типа выбросить сразу, то у меня начинают болеть почки. Просто потому что это нездоровая опция для меня. Какая здоровая опция будет для вас? Естественно, сбалансированная. Нам нужна и кислотная еда, и щелочная. Да, сыр нам закисляет, но зато зелень нам защелачивает. И что в итоге? В итоге нам нужно найти вот этот баланс, натренировать наш организм, то, что я говорила, микрострессы, которые нам полезны. Если мы будем есть только салаты, мы откопытимся ещё раньше, чем если будем есть адекватно. Или даже чем вот тот мальчик, который у нас на прошлом уроке, студент, который ел только в Макдональдсе. Потому что наш организм подумает, что вся жизнь лафа, и всё, что не используется, деградирует. То есть наш иммунитет вообще не будет работать. И когда мы попадём в такую ситуацию, когда ему нужно бы быть натренированным, мы будем испытывать большие проблемы, чем если бы мы заранее, временами, позволяли бы себе разные слабости. Более того, для нас в плане наших эмоций, в плане нашего работы мозга, нашего наслаждения жизнью, тоже очень важно не выкидывать полностью и не становиться совсем зожниками, потому что это чревато потом проблемами. Да, внутри тест вам лично подскажет. Давайте я вам покажу слайд, что вы получите. Мы ещё завтра или на следующем занятии обсудим подробно, как им пользоваться, если кто-то не поймёт, хотя там даны все инструкции. Вот результаты теста. Это все таблички, которые вы получаете. Первая табличка, она как раз разделит все проблемы, которые есть, на различные графы. Типа вот здесь у нас две персональных особенности. Это не проблема. Это, например, ваш пол или ваш возраст. То есть мы не будем вас лечить от того, что вы женщина. Дальше уже идут проблемы. Например, желудок и пищеварение. Вот два, это значит, что вы отметили, что у вас два каких-то, например, там изжога и гастрит. Иммунитет целых пять. Получается, иммунитет вот пять раз ранен. Нужно его пять раз залечить. То есть пять есть проблем в сфере иммунитета. Девять есть проблем с кожей, волосами, ногтями. И когда мы получаем вот такой целостный анализ, мы понимаем, с чего нам нужно начать. И как только мы начинаем, почему он еще целостный, то нет такого, что мы ходим к косметологу, чтобы решить наши проблемы с кожей, а к гинекологу, чтобы решить наши проблемы не с кожей, а к стоматологу, чтобы решить наши проблемы с эмалью. Вместо этого, как только мы начинаем питаться продуктами, которые богаты микроэлементами, которых от нас и просит наш организм, поэтому мы и получаем эти сигналы. Он же нам не специально рушится, он как раз, можно сказать, семафорит. Вот сюда, обрати внимание, вот здесь ты не докушала, вот здесь ты мне не дала, из чего строиться. И как раз, когда мы начинаем заполнять вот эти пробелы, то у нас бах, одновременно и ногти растут, и ПМС исчезает, и простуды исчезают. Почему? Потому что все работает целиком, все очень связано. И вот мы получаем персональный анализ ответов по всем результатам внутри теста. Что мы дальше получаем? Все полезные микронутриенты, микронутриенты, и здесь вот есть опасность, что вы возьмете эту табличку, понесете ее в аптеку и купите все в банках. Не надо так делать, пожалуйста. Не надо так делать, пожалуйста. Не надо так делать, пожалуйста. Потому что это меня не заглючило. Просто на последнем круизе у нас была девочка, которая, получив внутри тест, и у нее не получилось слушать все наши лекции, она была там занята какими-то своими делами, и, видимо, это прослушала этот момент, и она решила, что внутри тест ей поможет выписать таблетки в аптеке. Она пошла их выписала, и у нее началась аллергия. И она жаловалась потом в чате, что чуть не умерла от этих таблеток, и как я ей могла такое посоветовать, и как же я ее не предупредила, что нельзя их вместе кушать. А я ее, конечно, предупредила, и, к счастью, там были другие девочки, которые ей посоветовали срочно там пить водичку и срочно пить таблеточки от аллергии, и девочка спаслась. Но еще раз, да, внимательно, этот список нутриентов, он для того, чтобы мы сами понимали, что это за нутриенты, как они работают. Там будет табличка, в которой можно будет почитать, какие у них функции, какие дозировки, в каких они именно продуктах, если вам захочется отдельно посмотреть про железо, как он взаимодействует с другими, то есть с некоторыми микроэлементами, будет лучше, больше пользы, с некоторыми польза на нет сойдет. Например, если мы рыбные продукты запиваем чаем кофе, да, то от этого витаминные группы В вымываются. Соответственно, что мы делаем? Мы читаем это и понимаем, о, так я лучше чай попью отдельно, пожалуй, от суши, а не как обычно. Через какое время? Да, да, вот, вы абсолютно правильные вопросы задаете. Получается, что вы один раз проходите тест, и потом можете, когда появляются новые вопросы, перепройти его уже бесплатно, потому что вы остаетесь в базе. И можете раз в месяц, да, обычно раз в месяц девчонки проходят, но зачастую они в какой-то момент забивают. То есть проходят один раз, у них все чинится. Как это еще работает? У нас же есть вкусовые рецепторы, человек ко всему привыкает, да, найти эту поговорку, она абсолютно так и работает. То есть когда мы неправильно едим, организмы требуют неправильного питания. Не последнюю роль в этом играет наша микрофлора, которая, там, разбушевала все это братва, патогенные бактерии, они требуют дальше продолжения банкета и продолжения всех своих безобразий. Когда мы налаживаем, налаживаем, да, накладываем, это другой глагол, когда мы налаживаем наше питание, то у нас, соответственно, проясняется все внутри. Из-за того, что лучше работает связь с гормонами, из-за того, что лучше работает связь с телом, из-за того, что тело наконец-то верит в нашу любовь и в то, что мы к нему прислушались и дали ему, что оно просило, а не что мы там где-то прочитали. То, что у Академика Уголева есть очень хорошая фраза, что законы тела и законы жизни, они невероятно прекрасны и совсем тело не виновата в том, что мы порой пытаемся заставить его работать по каким-то нашим законам, которые выдумали мы. Чтобы этого не происходило, сколько раз можно проходить платный внутри тест? Сколько хотите, но я бы прошла один раз, получила результаты, и потом, когда появились новые, какие-то, ну, вы же могли, например, забеременеть за это время, и потом вам уже нужно пройти как беременной женщине, и вы проходите его заново. Один раз внутри тест всегда, внутри теста у меня так это работает, нет слайда, сколько уже людей прошло внутри тест, хотела показать, почему он вообще платный, потому что первые 5000 человек прошли его бесплатно, и как у меня выглядит там зашифрованные данные, чтобы вы себе представили просто, что это такая таблица, в которой вот буквально каждую там минуту, час денег кто-нибудь проходит внутри тест, я вижу только e-mail до того, как вы оплатите, и вот эта графа, там уже такая маленькая колесико, чтобы 5000 человек прогрузить, поэтому это все пришлось перенести на другие сервера, а другие сервера требуют уже других бюджетов, потому что я отказалась, когда мне предлагали спонсоры продавать БАДы через фитнес-клубы, то есть получается приходит человек в фитнес, и он проходит мой тест, и сразу ему очень хорошо всучить все вот эти биодобавки, протеиновые коктейльчики, рассказать ему, что вот аминокислоты с разветвленной цепью, хотя мы с вами уже знаем, что аминокислоты это вообще не цепь, это бусинка, цепь это белок, то есть набор аминокислот. Соответственно, только белки могут быть с разветвленной цепью, а никак не отдельная аминокислота. Вот, и поэтому, да, я вынуждена сделать тест платным, но я готова пойти на то, чтобы потерять больше денег, зато приобрести больше здоровых клиентов. Поэтому эта скидка за вами сохранится в течение вот этого дня. Пишите, если кто-то не успевает и разные бывают ситуации, я всегда иду навстречу. Да, и те, кто у меня уже был, не даст соврать. Сейчас я посмотрю ваши вопросики, потому что я, может быть, что-то пропустила, очень важное, интересное, а это было кому-то очень нужно. Как получить скидку и как пройти тест со скидкой? Вот это, есть ответ, да? Есть ответ, да, вы мне напишите, да, проходите тест просто вот по ссылке, и перед тем, как оплачиваете, пишите или в сообщество, или мне в личные сообщения, и я вам все отправляю. Какие еще вопросы? Про воду ответила, да? Про сыр, кисломолочку и фрукты. Да, возможно, стоит еще добавить зелени. Ну и посмотрите тоже обязательно свой внутри тест, наверняка вам что-нибудь там понравится, потому что иногда приходят люди с абсолютно другими проблемами, когда наоборот нет аппетита, не хочется ничего, и веса нет, и сил нет, а дети маленькие бегают, трое погод, так и... Что тут? Болезненность над бровью ответила, антибиотики ответила. Да, и когда нет совсем аппетита, то даже эти люди, получая внутри тест, видят, что там есть что-то, о чем они даже не задумывались, но что им хочется, и у меня был какой-то отзыв, что увидела свои результаты теста, и прямо слюноотделение пошло, и это вот лучший комплимент в ситуации, когда у человека нет аппетита, и когда он, наоборот, себя заставляет, тоже такое часто бывает, да, из-за стресса, когда даже голод есть, а аппетита нет, и мы просто не едим. Похудела ли я сама, пользуясь внутри тестом? Да. И про болезнь, про что? Про гипертиреоз. Про гипертиреоз у нас была, про бессонницу. Бессонницу я вам могу даже, вы пробовали слушать медитацию, потому что после моей медитации засыпают абсолютно все. Вы можете начать с той, которая есть в сообщении группы, она там на три минуты, чтобы настроиться. Можем сейчас, чтобы закончить, если есть у кого-то еще вопросы, пишите, а сейчас, чтобы закончить, хорошо. Давайте с вами по старой схеме, любимой нашей, потянем ручки-ножки, разомнем шею, освободим для нее место, да, разомнем плечики, сделаем глубокий вдох. Кому интересно дыхательные упражнения посмотреть, чтобы не было зажата у нас спина, грудная клетка, чтобы мы дышали, на вдохе у нас надувается все тело, мы прям пытаемся продышать все-все тело, каждую клеточку, чтобы везде поступил кислородик, чтобы везде его кровь разнесла, чтобы все оживились, как пузыриками. На выдохе сдуваемся и отпускаем все стрессы, которые у нас были, все напряжения. Еще один глубокий вдох и выдох. И когда вы сделали пару вдохов, вы можете услышать уже свое сердцебиение, потому что вы настроились себя послушать. Это один из способов прийти в себя. Этот метод называется тройное дыхание. Дальше мы соединяем его с третьим ритмом нашего позвоночного столба. И вот на этом три единстве мы будем учиться делать в следующий раз чудеса. Чудеса такие, от которых у всех медиков глаза на лоб полезут, когда вы к ним придете и покажете, что у вас все прошло. Я в этом уверена, и я вам это расскажу. В следующий раз, да, у нас очень важная с вами тема вкусы и эмоции. Мы посмотрим, как целостный подход поможет избавиться даже от заболеваний, которые считаются неизлечимыми. У меня еще не было опыта с диабетом первого типа, но у меня был опыт с раком и с аутоиммунными заболеваниями и с заболеваниями щитовидной железы, как гипо, так и гипертериоза. Вот на этих примерах, на этих кейсах мы с вами и поедем. Еще какие-то вопросы я пропустила, девчоночки, мальчишечки. Расскажу еще. Дыхание расскажу. Так, как получить скидку? Проходите по общей... Давайте это придумаем, что вы просто мне напишите «прошла тест» и «почту». Вот. Вы мне напишите «прошла тест» и «почту». Можно сообщение в сообщество, можно, если не стесняетесь, говорить, что прошли тест в беседу, там, «вкусный круиз». У нас она создана, да? Можете мне в личные сообщения, но мне почта обязательно ваша нужна, потому что, как я уже сказала, до оплаты я не вижу ваши результаты, потому что они зашифрованы, потому что это, ну, вообще-то, тайна ваша этическая, да? Не обязательно, чтобы каждый злоумышленник видел, что у вас там болит, и потом вас одолевала какая-нибудь реклама суперсредства, там, и «Ягод Годжи» и прочего. Поэтому мы это все шифруем. Поэтому вы проходите тест вот по общей ссылке и пишите мне «прошла тест, хочу ссылку, хочу скидку и почту». И я вам рассказываю, куда платить, и присылаю сама ручками, нахожу вашу почту вот в этом огромном списке, про которую я вам тоже уже рассказала. Немножко это время не займет, пока прогрузится, и вы получите этот тест и сможете задать вопросы. Про дыхание тогда тоже на следующий раз обещала 40 минут час. Уже почти второй час прошел. Есть еще у кого-то вопросы по тесту, зайчики. Прошла тест 22. Можно. Вам понравилось, да, с кодом? Извините, я сегодня вам мало дала моментов высказаться. В прошлый раз мне понравилось, когда вы угадывали, писали плюсики. Я добавлю больше вот этого интерактива. Мне тоже нравится смотреть, как вы думаете. Прошло время, и поэтому, если вы уже проходили тест, то лучше пройти еще раз, чтобы на данный момент, да, чтобы у вас было свежо в памяти, что, зачем. Опять же, последнюю тему, которую я вам все-таки расскажу, она очень важная. Есть два пути, как лечиться. Можно начинать с головы, то есть когда мы понимаем, что мы делаем и зачем. И это показывает лучшие результаты, чем когда мы просто делаем, не понимая. То есть есть вариант сверху вниз, есть вариант снизу вверх. Приведу пример. Мы приходим в зал, и нам говорят, делай 20 отжиманий, делай 30 приседаний, типа там мышцы вырастут, все будет хорошо. А нам больно, нам плохо, нам сложно, нам потно. Мы не хотим. И мы не понимаем, как растут мышцы. Там что-то должно разорваться, какая-то молочная кислота, потом это как-то починится, и мышца станет больше или нет, или да. И вот мы в этих смятениях, у нас нет четкой мотивации, поэтому нет четкого результата. Современные фитнес-тренеры в самых дорогих фитнес-клубах сейчас уже дошли до того, что они даже говорят, когда вы там приседаете, отжимаетесь, вы внимательно об этом думаете, пускайте прямо импульс мысли в напрягающуюся мышцу, потому что проводили исследования, и часть спортсменов бегала, а часть спортсменов делала вид, что бегает, то есть представляла. Но они были профессиональные спортсмены, они прекрасно знают, какие мышцы работают, когда бежишь, потому что они бегают всю жизнь, и знают они это наизусть. И те, которые только представляли, у них были ничуть не хуже результаты, чем те, кто на самом деле бегал. То есть наше понимание, осознавание и осознанность вот этого действия, внимательность, как мы питаемся, какие вкусы мы получаем, как мы занимаемся, какие мышцы сейчас работают, это играет решающую роль. И на простом примере, если объяснять, то ребёнок, сколько ему мама не говорит, там не сутулься, не ешь чипсы, никто этого не слушает, пока он не начнёт жить сам, пока у него не появятся у самого прыщи и боли в спине, он не поймёт, что мама была права. Но если ему заранее это как-то объяснить, донести в игровой форме, и если он поймёт головой, что для него это важно, тогда ему и телом будет легче этому следовать. Спасибо, ребята! Спасибо, девчата! Я очень рада была сегодня с вами поболтать. Кому не понравилось, те извините. Кому понравилось, с теми увидимся ещё раз. И на следующий раз я приготовила для вас интересную тему, поэтому надеюсь, что вебинар у нас будет пораньше, смогут присутствовать больше человек, потому что эту информацию уж точно нигде. К йоге я прекрасно отношусь, обожаю. Но есть момент. Есть некоторые йоги, которые идут через насилие, хотя химса не насилие, одно из ключевых понятий йоги. Поэтому есть йога, например, когда нужно быстро упасть, отжаться, принять какую-то асану, потом выпрямиться, потом опять. Такой тип йоги не всем подходит. И мы будем с вами больше ориентироваться. У нас на курсе тоже будет йога, кто решится идти на полный трёхмесячный курс. И там мы следим именно за нашим дыханием, чтобы нам было комфортно. Если что-то где-то зажало, мы это место разотрём, мы это место разомнём, разогреем, место того, чтобы себя насиловать. То есть, если йога без насилия к себе, то я очень за неё за. Всё, зайчики, котички и золотцы, я вас целую. Спасибо вам за ваше участие. Встретимся с вами ещё. Побежали спать. Проходите тест сегодня. Кто хочет спать, тот проходите тест с утра, потому что я не знаю, сколько будет эта скидка держаться, потому что у меня есть ещё люди, которые со мной работают. Они вообще-то хотят деток своих покормить. И не факт, что мне разрешат так долго раздавать всё за бесплатно. Поэтому не теряем свои выгоды и не подставляем меня, а пользуемся той пользой, которую я хочу вам подарить. Целую. И у кого проблемы со сном, ещё раз напоминаю про милитацию. Всё. Всё.